Продолжение следует... А Кен один из таких. Я позвонил ему с намерением пригласить его в наш пророческий клуб в качестве гостя и спросил его, чем он занимается. И он как бы стесняясь произнес, ну я пророк, пророчествую разным людям, служу разным людям. Я сказал, что хотелось бы обсудить некоторые темы в пророческом клубе и услышать слово от Господа. Я предложил ему помолиться и спросить у Господа, какова его воля. Мы включили нашу 12-минутную запись, и я прослушал то, что получилось раз, наверное, 25, под эту музыку, которую вы слышите сейчас. Меня это по-настоящему благословило. Я считаю, это одним из самых мощных и актуальных пророчеств слов от Господа из всего того, что я слышал за годы своего служения. Так что я думаю, что оно действительно всякого внимания. Буквально на днях пришло время, когда Господь наконец разрешил ему поведать о двух снах, которые были даны ему еще 20 лет назад. Он объяснит события, многие из которых уже начали сбываться, и поделится сильным и последовательным и подробным видением о грядущих бедствиях, начиная от суда над народами и невиданными до силы гонениями, здарованной, однако, великой надеждой от Господа. Приветствуем Кена Питерсон. Буквально на днях. И о том, чтобы Господь высвободил сегодня то, что Он задумал. Господь, мы славим Тебя за любовь Твою, которую Ты смог обнять нас через Иисуса Христа. Спасибо Тебе за милость Твою. Спасибо, что милость Твоя каждое утро обновляется и наполняет нашу жизнь даже в этот момент. Господь, мы желаем, чтобы Ты получил славу во всем сказанном и совершенном сегодня здесь. Желаем, чтобы Дух Твой направил каждого из нас, не только голос говорящий, но и уши слышащие, и сердца принимающие ту истину, какую Ты желаешь донести до нас. Славим Тебя и благодарим за ту власть, которой Ты наделил нас, сдерживать силы, противостоящие нам в том, что Ты нам доверил Господь Иисус. Возвеличи сегодня посреди нас и сделай нас чувствительными к тому, как поведет нас Твой Дух. Не уклоняйся от Него ни на шаг. Славим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хотел бы начать с того, что поделюсь с Вами кое-какими предшествующими событиями, возможно, немного необычными для Вас, о моем происхождении, чтобы Вы могли прочувствовать и понять то, чем я тогда жил и как мыслил. Я родился и воспитывался Рима-католиком. Мои родители имели португальские ирландские корни, и потому за ними тянулась длинная родословная Рима-католиков. Если Вы сможете попытаться сегодня представить себе этот образ мышления, то сможете лучше понять тот сон, которым я поделюсь. Есть здесь сегодня практиковавшие Рима-католицизм до встречи с Иисусом? Довольно немного. Не опускайте рук, так я буду знать, походу, что у меня здесь есть друзья. Вы будете понимать некоторые специфические аспекты того, о чем я буду говорить. Еще маленьким мальчиком я начал видеть видение, хотя толком и не знал, что это такое. Впервые это случилось во время традиционной церковной церемонии под названием «Крестный путь». Некоторые из Вас, возможно, помнят, что это такое. Оно состояло из десяти состояний по уставу католической церкви, во время которых читали Розарий. Когда я получил этот сон, забегу немного вперед, я не был христианином, не был спасен из Библии, не читал почти ничего, не читая нескольких отрывков, которые мы иногда читали по воскресеньям в церкви, и еще Евангелие от Иоанна, которые я прочитал в школе. И потому я не знал, что происходило в том месте, в котором я оказался во сне, что не на шутку, встревожило меня. И вам станет ясно сегодня, по мере разворачивания событий, что Бог удивительно и непредсказуемо и каким неведанным образом решил открыть нечто тому, кто вообще ничего не знал. И потому я попросил вас представить себя на моем месте, чтобы абстрагироваться от всего того, что вы уже знаете на данный момент, и ощутить себя тем, кто ничего этого не знает, и кому это открывается таким образом, что не похоже ни на что из слышанного или виденного вами ранее. Как я уже сказал еще маленьким мальчикам, я начал видеть видение. Еще во втором классе, впервые это случилось, когда стояние крестного пути, изображения на стене вдруг ожили, и Иисус предстал несущим крест на страстной неделе. Я, будучи маленьким мальчиком, увидел его в терновом венце, вонзившись в его голову. Шипы были длинные, не такими, какими я их всегда представлял, размером шипы роз. Длинные шипы, некоторые из которых даже торчали из его висков. Все его лицо было залито кровью, и настолько избито, что даже тяжело было узнать этого человека. Многое из того, что я узнал за годы следования за Господом, из четких указаний в Писании о его жизни. Я видел в видениях до того, как прочитал Библию. Теосично поэтому я доверяю тому, что Господь показал мне. Происходит то, что уже проигрывалось ранее. И вот я видел его несущим крест, и видел рваные раны на его спине. Это были не просто полосы от ударов, как обычно представлял, но глубокие раны, в которых даже видны были его мышечные ткани. Для маленького ребенка слишком ужасная картина. Я видел, как его распинали. Крест возвышался совсем невысоко над землей, всего с сантиметров на 70. Видел, как собаки справляли нужду на крест, как люди плевали в него, насмехались над ним словесно. Очень, очень, очень жестокая сцена для глаз малолетнего ребенка. Можете себе только вообразить на мгновение второклассника, который все это наблюдает. Но эти события были развернуты перед моими глазами в видении куда более реальным, чем вы все собравшиеся здесь сейчас у меня перед глазами. Не могу даже объяснить, как все это происходит. Я просто верю, что Бог избирает сам, что и как Ему делать, потому что Он Бог, и Он всемогущий. У Него свои пути. Я хотел бы описать вам точный процесс, как наш разум работает во время видения, но я понятия не имею. Это случилось в моей жизни до седьмого класса и привело, в конце концов, к давлению со стороны одноклассников и проблемам с моими друзьями из-за того, что я много ревел и испытывал присутствие Господа, хотя я понятия не имел, что это такое. Я испытывал гонение из-за этого. Моя семья считала меня каким-то гоблинским подкидышем. И поэтому я умолял Бога прекратить все это, потому что я устал уже. Никакого благословения это мне не приносило и ничем не помогало. Я терял друзей, терял доверие моей семьи, и считали, я отбился от рук. У меня едет крыша. И потому просил прекратить это, и это прекратилось. И, кстати сказать, вскоре после этого я превратился в бунтаря. До этого, как я попросил прекратить это, я был очень чутким ребенком. Был послушным ребенком, хорошо учился, получал грамоты. Но как только я попросил прекратить это, моя жизнь определенно стала тяготеть к неверному пути. Затем, несколько лет спустя, я женился, и в начале 1980 года в августе я отправился как-то спать, как обычно. Отмечу особо, что в ту ночь я не был пьян, я не был под действием каких-то галлюциногенных наркотиков, хотя иногда в тот период жизни я покуривал марихуану, иногда выпивал. Но в ту ночь, в которую я отправился спать, я не был ни в ступоре, ни под действием алкоголя, или чего-либо подобного. Я пошел спать, и ночь была одна из тех, когда можно было почувствовать, как засыпаешь, когда уже поплыл и знаешь, что вот-вот уснешь. И как только я уснул, начался этот сон. И начался он с очень-очень громкого звука. Ближе всего он походил на гудок автомобилей 70-х годов. Кто из вас помнит гудки этих автомобилей? Тогда они были очень ужасно громкими, не такими сравнительно спокойными, пипи, пипи, как сегодня, но звучали очень громко, когда на них нажимали. И этот звук был очень похож, правда был чрезмерно громким, просто пронзительным и долгим, как заевший гудок. Кто-то из вас слышал заевший гудок? Очень напоминало. И в тот момент, когда я услышал, мне была дана способность, кстати сказать, события, которыми я с вами делюсь, в большинстве своим очень хронологичны в процессе разворачивания сна. Но в некоторых местах я не могу указать временной промежуток, потому как будто я был втиснут в различные ситуации, не ощущая, куда движется время. Некоторые события чрезвычайно панорамны, как широкие огромные картины пред моими глазами. Но именно в тот момент сна мне была дарована возможность смотреть с небес на землю. Я видел вот такого размера земной шар, и я был способен видеть множество кладбищ и могильников. Затем я оказался очень близко ко многим могилам, и то, что я увидел, было очень странно для меня. Земля разверлась, прямо земная грязь разверлась, и очень мощно из могил выходили люди. Конечно, как католик я множество раз молился, что звери в воскресение мертвых, но именно в этот момент сна я даже не думал, что предо мной предстало реальное доказательство этого события. Сейчас я знаю, что видел тогда. Я видел воскресение мертвых из могил. Выходили они очень странно. Странно также было то, что из одной могилы над надгробием выходил из грязи человек, а из соседней могилы никого. Похоже было, что это происходило не случайно, а по какому-то определенному порядку. Люди как будто выталкивались из грязи. Опять же, это происходило очень мощно. Как будто грязь взрывалась и с силой разверзлась. Я видел прямо, как разлетались от взрывов грязь. Такое происходило по всему земному шару, не в какой-то одной местности. Не только лишь в США, скажем, но повсюду. И во внешности этих выходящих людей две особенности поразили меня. Первое, это то, что одежда их напоминала одеяние хора. Это было как будто длинное платье, похоже на свисающую мантию. Но в полученном свете оно напоминало то снаряжение, которое надевают артисты эстрады, чтобы оно притягивало падающий на них свет и отражало его последовательными вспышками, благодаря чему они сияют. Так вот, эти люди выходили в полдень, и все сияли. И одежда их, и они сами сияли ярче солнца. Не знаю, как даже подобрать слова, чтобы описать сияющую яркость этих появляющихся людей. Мужчины даже в этом одеянии казались очень мужественными. Я говорю об этом потому, что в подобном типе одежды я был на окончании учебы, и она придавала какой-то женоподобный вид. Но эти мужчины в этой одежде имели очень мужественный вид, а женщины при воскресенье выглядели очень женственными. Я собираюсь рассказать сон точно так, как я его видел. Что-то, может, могло прозвучать и более интригующе, а что-то и побанальнее. Но я хочу передать так, как я видел. Трудно объяснить, как прошли уже годы, но более пожилые люди хоть и выглядели как зрелые, но старыми они не были. По ним было видно, что жизнь они прожили полную 75-80 лет. Но, скажем, там, где они лишились волос, опять были волосы. Хоть они выглядели зрелыми, но не подверженными старению. Я видел множество воскресших молодых, и хоть они выглядели очень молодыми, но не были таковыми. В них чувствовалась зрелость. Опять же, я хотел бы точно описать, как это было показано во сне. То положение, в котором я находился в то время, не позволяло мне постить все происходящее, из-за того, что я и моя семья практиковали консервативный католицизм. Я никогда не слышал о том, что практиковали христиане протестанты. Никогда не был в протестантской церкви. Никто мне лично не свидетельствовал об Иисусе Христе и о плане спасения. Я даже никогда не читал книгу Откровения. И, положа руку на сердце, должен признаться, что моя жизнь даже до сего дня была бы намного легче, если бы не этот сон. Я хотел бы просто делать то, что делал, жить как жил. Я думал, что все хорошо, пока эти события не начали сбываться. Я хочу, чтобы вы поняли, я этого не просил. Я никогда не просил увидеть Господа, никогда не просил увидеть ангелов, никогда не просил видений. Более того, как только я получил что-либо подобное, в итоге приносило только проблемы. И мне не нравятся трудности, которые следуют за мной после того, как Господь мне что-либо показывал. Еще я хотел бы сделать акцент на том, что когда это начало происходить, сначала я даже не понял, что это был Бог. Так что, учитывая мое положение, у меня не было никакого желания пережить подобный сон. Итак, те люди, которые вышли, исчезли. Хотел бы я рассказать вам, куда они делись, но я не знаю. Не знаю, забрали ли их и укрыли где-нибудь, или восхитили на облаках, потому что мне не было показано, поднялись ли они вверх или ушли в каком-нибудь направлении. Они просто исчезли. Единственное, что я могу сказать, что не видел никого на земле, кто бы изменился. О чем мы читаем в Библии, где сказано, что мертвые во Христе воскреснут первыми, а из оставшихся в живых изменятся. В тот момент, когда эти люди вышли из могил, мне не было показано никого изменившегося или забранного с планеты Земля до встречи с Господом на облаках. Ничего такого мне не было показано. Опять же, о восхищении я никогда не слышал, как католик. Второе пришествие Христа даже не было догматом нашей Церкви. У нас не было верования в буквально второе пришествие Иисуса Христа. Потому для меня все это было чудо. Так вот, как только эти люди исчезли или куда-то делись, на землю обрушилась массовая истерия. Людей, казалось, охватило тотальное отчаяние. Истерия. Повсюду были столпотворения, паника, массовый хаос, везде творились беззаконие и царил страх. И снова я мог видеть многие участки Земли. Это затронуло не одну какую-то нацию, это было глобальным событием. Это было очень-очень необычным переживанием. Во время этого сна я не всегда мог воспринимать события и в то же время напрягать свой разум. Я не знаю, были ли у вас когда-либо сны, когда, видя сон, вы очень чётко осознаёте в разуме, что видите сон, как будто вас двое, как будто вы разделились. Я видел этот сон, но в то же время в разуме очень не хотел быть частью этого сна. Но выбора у меня не было. А сон, кстати, длился всю ночь с прерыванием в три часа ночи, и события в нём разворачивались, но мне было неподвластно выйти из него. Я научился изменять свои сны, скажу вам как. Когда я иду спать, и дьявол планирует подкинуть мне кошмар, я научился говорить моему разуму, это не пройдёт, никто не будет гоняться со мной с ружьём и пытаться убить меня, я изменю это. Но этот сон изменить я не мог. Хотел бы я, но не мог. Тогда бы моя жизнь в последующие 20 лет, часть из них так точно, была бы намного легче. Нелегко было получать всё это, нелегко было держать его в секрете в определённое время, но мне пришлось скрывать его. Много раз доверие ко мне становилось под вопрос, так как меня спрашивали, почему я не рассказываю это, если это так сильно. Но я твёрдо убеждён, что если бы я публично рассказал об этом, тогда, когда получил, мне бы никто не поверил. Во-первых, у меня тогда не было служения заслуживающего доверия ко мне, и, во-вторых, это могло меня разрушить, потому что у меня не было характера Христова, чтобы поведать что-либо подобное и понять то, что следует за этим откровением. Павел говорит об испытаниях, которые следуют за откровениями, так что я знаю, что не был к этому готов. Когда массовая паника и отчаяние начали охватывать общество, случилось очень необычное происшествие. Телевидение, телефоны, радио, ещё одно необычное средство связи. Я видел во многих домах по всему США приблизительно такой величины белые ящики, похожие на телевизор. Я видел их в каждом доме США. У них был большой экран, и было похоже, что через него передаётся телевидение. Все эти средства были отключены где-то недели на две. Сейчас я знаю, что я видел тогда персональные компьютеры в домах людей. В 1980 году, я, кстати, навёл некоторые справки относительно всего, что я увидел, чтобы убедиться, что я слышал от Бога. Я не хотел рассказывать об этом по национальному телевидению или по всему миру, если это не точно. У меня сейчас своё служение, и мне бы не хотелось подвергать риску то, что основал и поддерживал Бог последние 17 лет. В 1980-81 годах только менее 1% домов США имели дома персональный компьютер. IBM только переходила от карточек ввода данных с накопителем на жёстких дисках и памяти RAM в компьютерах. Единственное известное мне на то время компьютер был Commodore. Кто-то из вас, возможно, помнит его. Это был процессор с очень маленьким объёмом памяти, я его увидел в домах повсюду. Все эти средства были отключены. Во время этой истерии происходило то, что многие люди спрашивали, куда идти и что происходит. Это происходило по всему земному шару. Каждый человек, с которым я сталкивался, был в полнейшем отчаянии и безнадёге. Это было написано у них на лицах. Куда бы я ни пошёл, везде была безнадёга. Казалось, никому жизнь не приносила удовольствия. Я бывал в общественных местах, где люди лишились жилья, были несчастны, были в проголодь, но это не было массово по всему миру. Может, вы такое видели когда-либо, но я нет. Эта истерия повлекла за собой полный беспросвет и беспомощную растерянность для каждого человека. Телевидение не транслировалось вообще какой-то период времени, и люди спрашивали меня, что могло быть тому причиной. Я не совсем уверен, но хотел бы предложить сегодня кое-что на ваше рассмотрение. Хотел бы показать вам статью для некоторых присутствующих здесь, в студии Пророческого клуба. Эта информация, возможно, будет нова. Эта статья была показана две недели до начала этих съемок. Хотел бы кое-что уточнить. Я не хотел принимать участие в этих съемках. Я не хотел связываться с Пророческим клубом. Когда я получил Пророчество, Господь кое-что поведал мне об этом служении, о том, что здесь говорят о последних временах. Я подумал, нет, 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 я туда не пойду, хватит уже. Меня довольно выгоняли из многих церквей, довольно преследовали за мою позицию, не буду больше свидетельствовать о последних днях, тем, кто верит по-другому. Но каждому из нас нужно рано или поздно перестать бояться человеков. Мне пришлось тоже. Когда я молился об этих съемках, Господь сказал мне, что ежедневно будет давать мне знамения во время каждой моей поездки. Естественное знамение, подтверждающее, что все от него. Когда мы вошли в аэропорт сегодня и проходили через терминал, он показал мне военный джип Хамви в главном секторе, в точности такой, какой я видел раньше. Я покажу вам сегодня такой, хотя и не тот самый, который был во сне. Это статья-перепечатка с оригинального экземпляра, который, если нужно, я могу оставить в пророческом клубе, и вы сможете посмотреть его там. Эта статья появилась в 1991 году в газете Санта-Барбара Ньюс Пресс, Калифорния. В ней сообщается следующее. Один высокий ядерный взрыв со стороны экстремистского государства способен атаковать континентальную территорию США электромагнитными излучениями и привести в негодность гражданскую военную электронику, начиная от лампочек до компьютеров, предупредили военные эксперты, Конгресс в среду. Такой взрыв может высвободить электромагнитные импульсы, ЭМИ, способный стереть компьютерные данные в банках и на фондовых биржах, вызвать остановку автомобилей и грузовиков и отключить электричество в 48 штатах, не забрав при этом ни одной жизни. Это вызвало мой интерес, так как я уже давно пророчествовал, что Аляску не затронут суды, которые придут на 48 штатов. Такой импульс может длиться всего долю секунды. Наши гражданские телефоны, электричество, средства, связи и заводы, электроники беспомощны перед нашими врагами. Вооруженный ядерным оружием, заявил Лолол Вук. Физик-лабораториал Лоренс Ливермол, что в Ливермоле, Калифорния. Даже в средней мощности одна единственная атака и мина США способна целиком опустошить нас, как современную постиндустриальную нацию. Любая ядерная держава, в том числе Россия, Китай, Северная Корея, «Мы сегодня поговорим с вами о некоторых особенностях Северной Кореи. Господь позволил мне увидеть определенную глубинную информацию Северной Кореи и Китая. Любая ядерная держава смогла бы вывести в строе военную машину США и опустошить современную американскую цивилизацию», добавил Вуд, который также является консультантом оборонного ведомства. Эта статья, как я уже говорил, вышла в 1991 году в газете «Санта-Барбара Ньюс Пресс». Сколько из вас знали об этом? Некоторые вещи мы узнаем естественным путем, другие узнаем в духе. Большинство из того, что я узнал о последних временах, было открыто в тайной молитвенной комнате. «Я не вдавался в изучение стратегических планов правительства и тому подобного. Это происходило разве что в духе. Я рад, что Бог показывает мне определенные вещи, о которых кто-либо другой, возможно, мог бы узнать только по долгу службы, занимая стратегический пост. Итак, отключение всех приборов встревожило все народы. И длилось это недели, две. Можете себе представить на минуту, что все ваши средства связи, телефоны, компьютеры, телевизоры и радио отключились на две недели. Можете представить себе истерию? Можете себе представить, что супермаркеты не способны обеспечить покупателей продовольствием, что нельзя достать бензин, нельзя проводить торговые операции. Просто удивительно, насколько глубоко это может всех затронуть, если вздуматься. И это длилось две недели. Опять же хочу напомнить, что я не был заинтересован в пророчествах и не был в них экспертом, когда мне пришло это видение. Я начал бродить по улицам в состоянии шока от происходящих событий. Тяжело описать даже эти события, так как все общество было целиком повержено беззаконии и страх. Спустя две недели телевидение и радио вернулось вновь к привычной работе, хотя трансляция на этот раз кардинально отличалась от предыдущих. Трансляции буквально бомбардировали всех описанными описаниями наступающего нового правительства и лидерства. И вскоре должен был выделиться лидер, и вот он вышел на первый план. Он отличался значительным красноречием. Я записал все эти детали в точности так, как я увидел. Он отличался отменным красноречием и харизмой. Он вызывал к себе доверие и обещал решение всех текущих проблем. Человек этот располагал к себе и был чрезвычайно убедителен, был способен решить практически все проблемы. В коммуникабельности ему не было равных. Он пояснил, что исчезновение этих людей это результат Божьего суда над ними. Это смутило меня во время сна. Я не понимал, какова была его позиция. Это можно понять, учитывая мою ситуацию. Я не был рожденным свышехристианином. Вот, когда во сне я слушал этого человека, он начал убеждать меня. Его речи начали засасывать меня. Я не знаю, видели ли вы старые фильмы, в которых Адольф Гитлер выступал перед народными массами. Он обладал некой демонической харизмой, буквально притягивающей к нему массы. Но в сравнении с тем, что видел я, это было ничто. Тому удавалось сплотить вокруг себя нацию, а поэтому весь мир. Это вызывало ужасные опасения. И тот час же он начал выступать на широких экранах, стратегически установленных во всех людных местах. Давайте вернемся с вами на минуту назад. 80-е, 81-й год. Широкоэкранное телевидение? Нет. Только кое-где были телевизоры, проекторы с тремя цветами, проецирующими изображения. На широких телевизионных экранах ребята в публичных местах не было. Не было и круглосуточных новостей. Везде, где собирался народ, широкие телеэкраны накачивали их этими сообщениями. Я много езжу и много где бываю, и везде, где собираются народ, уже установили телеэкраны. И в ресторанах установили. Я бывал в нескольких ресторанах, где телевизоры установлены прямо у столиков, чтобы клиенты постоянно были в курсе всего. И в аэропортах, где угодно. Везде, где собирается народ, его просто забрасывают сообщениями. Это было обычное дело, но странно было то, что речи этого человека и избранное им глобальное направление вращались вокруг новых времен, наступивших для нас. Человечество, новых директив мира на всей планете и необходимость отказаться от теперешнего гражданства ради гражданского мира. Должен признаться, что я был воспитан чистокровным американцем, и поэтому, когда слышал об этом во сне, это не укладывалось у меня в голове. У меня всегда было ружье, я всегда ходил на охоту и на рыбалку, всегда клал руку на сердце и пел национальные гимны на национальных игровых матчах, всегда с уважением относился к мужчинам и женщинам в военной форме. Я люблю эту страну. И потому то, что я пережил во сне, потрясло меня до самого основания. Человек этот постоянно и упорно говорил о мировом порядке и о всевозможных преимуществах современного проживания всего человечества в мире. Несмотря на то, что я был обеспокоен, я всё равно был втянут во всё это, потому что звучало это чрезвычайно заманчиво. Мир во всём мире звучит отлично, пока не узнаешь, какой ценой. Послушайте, не может быть никакого мира во всём мире, пока князь мира не установит свой престол на этой земле. Это итог всего. Никакое человеческое существо не принесёт мир на эту землю. Принесёт только существо, которое настолько же Бог, насколько и человек. Это Христос и Иисус. И вот я стал серьёзно задумываться об отказе от моего гражданства. И это сильно тревожило меня. Хотя эта новая идея упорно затягивала меня, но всё же каким-то образом у меня вызывало недоверие этот Новый Порядок. Я всё время слышал фразы «Новый Порядок», «Мировой Порядок» и «Новые Времена», но я ни разу не слышал «Новый Мировой Порядок». Почему, я не знаю. Может, в будущем они изменят название, а может, во сне мне были показаны разные перспективы. Я не знаю. На многие вопросы Господь не ответил, а на некоторые ответил очень ясно. «Мои свободы и патриотизм улетучивались перед новым пониманием». Послушайте очень внимательно то, что я сейчас скажу. В ошеломляющих масштабах люди ловились на этот план, предложенный этим человеком по радио и ТВ. В ошеломляющих масштабах. Никакого сопротивления. Никто не восставал против этого. Никто ничего не говорил публично. Не могу сказать, может, радио и ТВ контролировались, чтобы никто не смог туда попасть и сказать определенные вещи. Кстати говоря, в США сейчас дела обстоят именно так. Вы не можете попасть на главную свободную радио и телесеть и высказать, что хотите. Говорю вам, как есть. Вам не дадут это делать. Я не знаю, в этом ли причина или к этому привели другие обстоятельства. На некоторые вопросы, как я уже сказал, у меня нет ответов. Это вогнало меня в глубочайшую депрессию. Я начал задаваться вопросом, неужели это конец света. Я думаю, каждый рожденный на этой земле человек задается вопросами о конце света, независимо от того, когда он родился. Удивительно для меня, но даже проповедуя в посланиях, Петр и Павел уже тогда спрашивали, не наступил ли уже конец света. Этим же вопросом начал задаваться и я. И тут во сне стали происходить необычайные события. Я был в отчаянии. У меня уже вошло в привычку, когда я в отчаянии и смущении пойти прогуляться. Я делаю так и сейчас. Я живу возле пляжа и прогуливаюсь по пляжу. И вот во сне я пошел прогуляться, надеясь найти ответы. Поймите, подобное переживал весь мир. Это отчаяние и хаос пронизывали все общество. К тому же никто этого не избежал, не смог укрыться от этого. В этот был втянут весь земной шар. Мне удалось увидеть разные регионы, разные континенты, и везде люди переживали одно и то же. Как будто мир стал единой нацией третьего мира, отставшей по времени, воспринимающей в едином эмоциональном порыве события на земле. И вот я однажды прогуливался и искал ответы. Где их искать я не знал. И однажды я столкнулся с пожилым мужчиной. Он первый человек за весь этот период времени во сне, который был настроен дружелюбно. Казалось, у него была какая-то надежда, или же он знал, что происходит. Поэтому я остановил его и задал пару вопросов. Я спросил его, вы знаете, что это творится в мире? Вы имеете об этом хоть какое-то представление? Как я уже говорил кому-то, что от этого отчаяния у меня было такое ощущение, что каждый человек на земле только что вернулся с похорон своей матери. Каждый. Представьте себе только на минуту такую картину. Каждому человеку на планете Земля довелось в этот день похоронить свою маму. И он только что вернулся с похорон или похоронной службы еще под впечатлением. Именно такой вид был у людей. Они выглядели скорбящими, совершенно подавленными. И вот когда я столкнулся с этим человеком, я спросил у него, что происходит в мире. И вот что он ответил мне, близится всему конец, но он не подготовлен для Божьих времен. И как только он это произнес, его лицо омрачило печаль. Его лицо вдруг переменилось от выражения радости до новой печали. Он поведал мне, что не был ранее проведен пред Господом, а затем начал рассказывать мне о Божьем плане спасения. Он опустил руку в карман и оглянулся по сторонам, как будто высматривал, не следит ли за ним кто. Не могу сказать, запрещены ли в то время были Библии, потому что, опять же, мне не было сказано об этом. Я хотел бы, чтобы о некоторых вещах мне было сказано конкретно, но об этом ничего не было сказано. Судя по его виду, он был озабочен тем, кто может за ним следить, когда он вытаскивал эту небольшую книжку. Кстати, в то время я не знал, что это была Библия. Я ведь особо не читал Библию, я был обычным католическим парнем, жил обычной жизнью и не интересовался Библией и Словом Божьим. Он вынул вот такую карманную книжку и принялся перелистывать места пистани. Он указывал мне в Слове Божьем на мою нужду в Иисусе и моем Спасителе. Он сказал мне, что мне нужно попросить у Иисуса прощения за мою греховность и греховную натуру. Если я сделаю это, говорил он мне, мне будет даровано вечную жизнь, и сила Божья будет хранить меня в этой жизни, и он дарует мне победоносную жизнь. Звучит прекрасно, ответил я. Это убедило меня, я помолился и принял Христа в свое сердце во сне. Очень странное событие, ребята, для католического парня, не имеющего понятия о том, как встретиться со Христом, пережив рождение свыше через раскаяние в грехах, и к тому же получить все это во сне. Но еще интереснее то, что когда я проснулся от этого сна, я не мог постичь того, что постиг во сне. Две недели прошло после этого сна, прежде чем я смог стать христианином. Странно, не правда ли? Вот я молился вместе с ним, он положил на меня руки и молился по-своему. И сразу все, что мне было сказано, попросил Иисуса простить не мои греховные поступки и заполнить мое сердце его присутствием. Довольно необычный был этот человек, так как с ним было немного последователей. Это были те, кто приняли то, что он рассказал им об Иисусе Христе. И вот на земле во время начали происходить странные события. Повсюду появлялись брошенные младенцы. Практически на каждом углу можно было встретить брошенных детей в детских кроватках или корзинках. Это было как-то непонятно, так как их возраст был от новорожденных до 16-18 месяцев. Старше двух лет ни одного ребенка не было. Не знаю, может это из-за того, что дети, когда им стукнет два годика, начинают меняться и становятся какими-то бунтарями, что ли. Говоришь им не трогать печенье, они смотрят на тебя и все равно берут. Замечали, когда это начинает происходить с вашими детьми? Мы обычно не подбираем брошенных вот так детей, может Господь щадит нас, не знаю, но мы начали везде подбирать детей и заботиться о них. Я вроде как присоединился к этой группе людей, так как у них одних на всей земле был какой-то мир. С ними происходили невероятные вещи. Меня удивляло, как им удавалось восполнить физические потребности людей. Им всегда попадались люди, которые нуждались в чем-то. Им удавалось восполнить нужды, каким-то образом привести их к Христу. У меня так еще не получалось, ведь я только лишь появился среди них и благодаря этому человеку. В этом сне и моя жена стала христианкой верующего Иисуса Христа. Мы находились как-то возле этого человека и вроде как помогали им. Честно говоря, не помню, была ли сне, хотя было несколько случаев, когда я проводил деловые операции, поэтому возможно я и работал, просто это мне не было показано как часть сюжетной линии сна, так что не знаю. Не раз я просил открыть мне определенные вещи, некоторые из них Господь пообещал открыть мне как-нибудь полностью, так что может когда-либо так и произойдет. Могу с уверенностью сказать вам, что никогда не забуду лицо того человека на телеэкране, который мог творить чудеса и знамения, мог решить любую проблему. Никогда не забуду его лицо, до конца своей жизни не забуду. Некоторые люди прислали мне различную информацию на мой имейл, фотографии тех, кто претендует на это звание, но позвольте вам сказать, среди них его нет, пока еще нет. Могу заявить что с уверенностью, потому что его лицо я никогда не забуду. Было что-то почти сверхъестественное в его лице, и он был как будто само совершенство. Мне не хватает слов его описать. Я никогда не видел более красивого мужчины. Ничего не подумать, я счастлив в браке, гетеросексуал, со мной все нормально. Тогда я говорю, что он красивый мужчина, я не имею в виду никакого подтекста, я всего лишь хочу сказать, что в нем все гармонично сочеталось удивительным образом. Я говорил Стэну, что лицо у него было какое-то точечное, как произведение искусства. Внешность его была практически во всем безупречна, и говорил он с какой-то удивительной манерой подачи. Любопытно, что когда много лет спустя я читал в Писании об Иисусе Христе, то у пророка Исаия нашел, что у Иисуса не было ни вида, ни величия, привлекающих к Нему наши взоры. То есть Иисус не отличался отборной мужской красотой, а был обычным, непримечательным, вероятно, совсем другой внешности человеком. Он не был тем, кто удерживал балидирующую позицию в предвыборных рейтингах. Но тот парень, которого видел я, идеально подходил для этой роли. Разве не удивительно, что Антихрист является прямой противоположностью Христа? Его персона это противоположность Иисуса Христа. Хотя он не производил впечатления гордеца, но был сильно дерзким и обладал талантом и харизмой вовлекать людей в то, что ему было нужно. Так вот, мы в конце концов стали поддерживать связь с тем человеком и его последователями. Непривычно для меня, однако, было то, что в этой группе людей каким-то образом все складывалось в их пользу. В этом сне я не знал, что происходит. Я не знал, что в дела людей был вовлечен Бог. Я не знал, что великий Бог Вселенной мог сойти и участвовать в делах людей. Моё религиозное воспитание не позволяло мне увидеть его с такой стороны. Я воспринимал его как слишком занятого, недоступного Всевышнего, у которого было много забот, и к тому же я не считал себя каким-то значительным для него. Ведь я не был папой или кардиналом, или каким-то святым, и поэтому скорее всего был последним в его списке. И многие, и я знаю, и сейчас так себя ощущают. Но я видел, что с этой группой последователи творились удивительные вещи. Нажалась пища, просто необычайные вещи происходили. Они молились за людей, те исцелялись. Странные, очень странные вещи. Моё мышление не способно было постить всё это. Далее сон принял другой оборот. Я отправился в банк, чтобы провести денежную операцию. И во сне мне были открыты некоторые вещи. Сейчас я посмотрю, что у меня с собой в кармане. Я видел вот эти деньги в 1980 году. Я видел деньги с большим изображением разных персоналей. В 1980 году об этих деньгах ещё даже речи не было. И почти сразу же после этих денег я увидел, что изображение было немного сдвинутое, образовалось пустое пространство вот здесь. И в видении мне было показано, что на величии купюры была вживлена специальная полоса, позволяющая отследить, кто проводил денежные операции с этими купюрами. Недостаточно владеть информацией, куда расходуется наш чековый счёт, или, к примеру, наша оплата электронными кредитными карточками по платёжной системе виза. Но им ещё нужна информация, куда мы тратим наши наличные. И я всё видел. Если вы сомневаетесь в том, что я говорю, не задавались ли вы вопросом, имеете ли вы такую возможность обратиться в местную типографию, скажем, в Kingos, с просьбой отпечатать вам 500 чеков. Вы не можете этого сделать, ребята. Ваши чеки помечены полосой с необходимой информацией, чтобы отслеживать вас. Просветите ваши чеки ночным ультрафиолетовым светом, и вы в этом убедитесь. Чеки уже отслеживаются и вычисляются. Я видел денежные купюры, которые отслеживаются. Вчера кто-то поделился информацией, что к 2003 году радужные деньги войдут в оборот полным ходом. И вот уже за следующий месяц выпустят 10, 5, 1 долларовые купюры новых денег. Так что говорю вам, что нас уже отслеживают, причем стремительными темпами благодаря этим событиям. Итак, я иду провести денежную операцию. Но тут случилось неожиданное. Когда я шел в банк, случилось землетрясение. Я как раз находился у входа в банк, а через дорогу от него находилось крупное высокое, примерно семиэтажное здание, возможно немного выше. Не надо было уточнить. Кстати, все это я расскажу вам задокументировано. Можно при желании проверить название действующей лиц ситуации. Здание это имело треугольную форму и выглядело полностью стеклянным. Если вспомнить архитектуру 80-х годов, тогда как раз начали использовать сплошные стеклянные фасады при строительстве коммерческих зданий. Это только вошло в употребление. Проедьте сегодня по любому крупному городу и увидите, что стеклянные строения сейчас повсюду. Это уже привычное явление. Землетрясение во сне стало сотрясать это стеклянное строение и оно рухнуло и погребло под собой около двухсот человек. Землетрясение это было масштабным. Я даже видел, как весь земной шар потрясался в это время. Поэтому землетрясение было повсюду. В Калифорнии так много было землетрясений. Я расскажу о некоторых сегодня. О последних двух крупных землетрясениях, обрушившихся на Калифорнию, Господь предупреждал меня. Он сказал мне, что когда случится первое, весь мир будет наблюдать за ним. Весь мир я наблюдал за серией землетрясений в Окленде, Калифорнии в 88-м году. Господь сказал мне, что если его народ не начнет каяться и не обратиться к нему, то последующие землетрясения принесут масштабные разрушения и заберут много жизни. Я наблюдал, как духовные гражданские лидеры заявляют, что мы объединим наши человеческие духовные усилия, чтобы преодолеть эти испытания. Да, ну, я так не думаю. Я много раз проезжаю через мост Бэй-Бридж, чтобы служить в Бэй-Ри, в Калифорнии. И если бы это землетрясение случилось раньше, то на этом мосту погибли бы тысячи и тысячи людей. Поэтому, что весь мост обрушился. Не так давно я пережил землетрясение в Носридже в 95-м году. Когда оно разразилось, я ехал по шоссе в Вентуре, Калифорния. Было жутко. Кстати, может вы знаете, но я точно знаю, что сам эпицентр землетрясения разрушил крупнейшую порноиндустрию в мире. Вы говорите «Аминь», но знаете, что произошло дальше? Они переехали со всем своим оборудованием в Четсворт, Калифорния. Сейчас производят вдвое больше, чем производили в 95-м году. Я слышал, как духовные лидеры Лос-Анджелеса, Долины Сан-Фернандо говорили, что эти землетрясения судами Божьими не являются, что это всего лишь природные бедствия. Они публично об этом заявляли. Они хотели убедить людей, что это не были Божьи суды. Но если почитать Библию, то все предельно ясно. Иисус Христос говорит, что землетрясение это знамение суда. Мы еще поговорим об этом. И вот обрушилось землетрясение, которое унесло миллионы жизней. Буквально миллионы жизней. Я никогда не слышал, чтобы миллионы людей погибали при землетрясениях. Мир был совершенно ошеломлен. Разрушение собственности и всего остального невозможно даже по себе представить. Даже нельзя было исчислить истинных масштабов. Некоторые регионы оказались в таких руинах, что туда даже не было смысла отправлять спасательные команды. Такое опустошение их постигло. У меня есть хорошие друзья, которые, как и я, знали, что Бог пошлет землетрясение на Японию. Двое из них получили точный номер землетрясения, а один указал им дату, когда это случится. Одна из моих друзей как раз служила там, сильная пророчество Господа. Она сказала, сюда бросится землетрясение. Я боюсь, выведите меня из здания. Она боялась, что оно случится в ту же минуту. Оно случилось две недели спустя, но ей сказали, если вы нам служите, и вы пророк живого Бога, тогда мы нуждаемся, чтобы вы за нас молились и молились за наши дома. И она стала изливать елей на каждую церковь. На каждое место, где люди позволяли ей молиться и землетрясение в Кобеи и в Японии обошло все эти здания. Некоторые из этих являлись частями других зданий. И там, где части зданий обрушивались, те части, за которые молилась она, оставались нетронутыми. Никто из тех семей, за которые она молилась, не лишились жизни. Ни один человек. Сейчас, когда приезжают в Японию к ней, по понятным причинам относятся как к Богу. Перед ней расстилают красную ковровую дорожку. Знаете, когда вас пощадили благодаря пророческому слову, вы начинаете по-другому смотреть на дела Божьи. Никогда не взирайте на людей, взирайте на Господа. И так разрушение было глобальным. Оно постигло весь земной шар, ребята. Вот что начало происходить далее. Эти землетрясения вызвали глобальный сдвиг синоптических моделей. Природные погодные модели совершенно изменились. То, что происходило зимой, стало происходить летом. А что было летом, стало зимой. Один день шел снег, а на следующий же день был зной. Погода по всему миру находилась в абсолютном хаосе. Никаких синоптических прогнозов сделать было невозможно. Это утратило всякий смысл. Прогнозировать было нечего. Это тут же повлекло за собой необычные события. Урожаи стали гибнуть, наступила засуха и голод. Я видел, как по всему земному шару самые плодородные фермерские районы. Я сам жил на момент сна в самом плодородном фермерском районе в мире, в долине Сан-Хоакен в Калифорнии. Эти районы были полностью уничтожены засухой и голодом. Некогда плодотворные земли превратились в безжизненную пустыню. Причем произошло все так, как будто внезапно перед моими глазами кто-то резко изменил весь порядок. Меня удивило то, что погода казалась действовала каким-то своим собственным планом. был этот механизм, но я слышал, как некоторые гости пророческого клуба говорили о том, что какими способами манипулируют погодой. А этой погодой манипулировал резкий сдвиг земной оси. Откуда я знаю, вы спросите? Я был над землей и видел, как она вся тряслась и качалась, как пьяный, пытающийся идти. Меня это реально напугало. Можете представить себя в этом сне? Я не знаю того, что я знаю сейчас из Библии. Можете представить себя в этом сне, не зная того, что я знаю сейчас из Библии. Никогда не считав ничего подобного и не слышав, чтобы кто-либо свидетельствовал об этом, я видел все эти события. Мне казалось все это невероятным и очень пугающим. И невозможно описать, какую безнадегу и опустошение я испытывал, наблюдая все это. Сколько раз я хотел проснуться и сделать вид, что ничего этого не было. Вот когда случилась это землетрясение, с законами начали происходить непонятные вещи. Я смотрел на мест муниципалитеты и видел, что полицейские отделения больше не были блюстителями закона муниципальных властей, а превратились в военную полицию, разъезжающую на страны в транспортных средствах. Некоторые теперь стали известны мне как Хамви или Хаммера. Поговорим с вами немного об этих машинах. Это классическая модель. Мне нравится. Те машины, что я видел, были почти такими же, только не зеленого цвета. Это фото, кстати, мне отправили по интернету с рекламного сайта, потому что я начал рассказывать людям о том, что видел. Впервые я увидел его, кстати, по CNN в 91-м году во время войны в Заливе. Может, кто-то из вас видел и раньше, но я впервые увидел его именно тогда и смотрел, кстати, репортаж о войне в Заливе, потому что сравнивал то, что сообщило мне телевидение с тем, что показал мне Господь в молитве. Я знаю кое-что о Саддаме Хусейне и о тех людях, о которых еще не слышал даже пророческий клуб. И сегодня я поделюсь этим с вами. Тот автомобиль, который я видел, был черным. Они были почти на каждом углу всех главных людных мест. Почти такие же, как тот, который я видел сегодня. В аэропорту это уже серьезно. Молитесь за меня, я хочу завтра вернуться домой. Тот, который был сегодня в аэропорту, был удивителен. Почти точная копия. Кстати, его стоимость 94 тысячи долларов, а этого 72 тысячи. Такие автомобили предпочитают Япи в Калифорнии. Кстати сказать, я слышал, что их выпускают где-то в Индиане. Разве не удивительно, что индианцы портят калифорнийцев? Не устаю удивляться, как мы друг друга портим. Мне нравится этот указательный огонек, так забавно им пользоваться. Стэн разрешил мне быть здесь самим собой, так что я немного позабавлюсь с этим огоньком минуты так пять. Те машины, которые я видел, были черными вот здесь. Сверху них был жестким, но вот в этой части, спускающейся с задней части, не был жестким. Как будто из брезента, как у джипа. Видели ли вы когда-нибудь некрытые сверху джипы? Здесь был брезент, и сзади стоял человек. Форма одежды у них была очень необычная. Черная униформа голубые шлемы или голубые береты, похожие на бейсбольные кепки. Стоящий сзади человек был в голубом шлеме. Здесь находилась длинная радиоантенна или подобное устройство, а с другой стороны флаг. Этот человек стоял здесь, а вот здесь, похоже, находилось какое-то массивное оружие. Стэн спросил меня, не пулемет ли это? Я ответил, не думаю, что это так, но наверняка я не знаю, потому что никогда не стрелял из пулемета и не видел его. Когда у меня одно время был АК-47, я развлекался стрельбой по воронам, но это был не пулемет, а полуавтоматическое оружие, где можно было только спускать курок. Так что я не знаю, чем именно это было. Хоть и напоминало пулемет, но я не собираюсь приукрашивать, утверждая, что я в этом уверен. Я не знаю. Знаю только, что эти парни были повсюду. Еще я смог заглянуть вот сюда. Внутрь я смог увидеть там то, что сейчас стало известно как небольшой портативный компьютер. Он был установлен там на панели приборов. Экран этого компьютера очень напоминал тот, который был в реактивном самолете канадской региональной авиалинии, на котором я сегодня летел. Этот экран был оборудован новейшей цифровой GPS глобальной системой навигации, которая рисует им всю картину, так что они следуют за ней без каких-либо дополнительных приспособлений. Они могли просто посмотреть в этот компьютер, и он предоставит им какую угодно информацию. Знаете, когда мне выдавали в Калифорнии последний раз водительские права, мне даже не хотелось их получать. У нас в Калифорнии на них нанесены голограммы на государственные печати, сзади какая-то магнитная полоса и еще кое-что содержащее в себе. Говорят, целую кучу информации. Я пытался как-то обезвредить мои права, я, пожалуй, жил их в кошелек из кожи угря и обмотал фольгой в 10 слоев. Я просто хочу их обезвредить как-то. И думаю, пока у нас еще есть немного времени, мы можем их обезвредить. Послушайте, они уже... Вас всех знают, ребяток. Только вы присоединяетесь к пророческому клубу, вы им уже известны. Это для них уже государственная измена. Эти парни могли сесть сюда и получить информацию через эти встроенные компьютеры. В то же время я увидел длинные уличные фонарные столбы, такие, как у нас в Калифорнии. У вас здесь еще по старинке висят провода и уличное освещение на проводах, а у нас длинные нависающие фонарные столбы. Сверху на них я увидел небольшие овальные в форме хот-дога видеокамеры. И во сне мне было открыто, что эти камеры отслеживали местонахождение каждого транспортного средства. Люди здесь в Калифорнии интересовались, зачем эти камеры вдоль шоссе. И им объяснили, что это для контролирования уличного движения. Но вдоль шоссе никакого уличного освещения не требуется, ребята. Если вы проедетесь по шоссе оттуда, где живу я, до Сан-Диего, то вы не встретите никакого уличного освещения. Зачем оно им нужно? Задумайтесь над этим на минуту. Эти парни знали наше местонахождение, находились почти в каждом крупном пункте и знали местонахождение каждого. Странно было то, что они были довольно мирными. Снова я навел справки и узнал, что в 80-х годах не было никаких голубых шлемов ни на одном военном в целом в мире. Не было и голубых беретов. Голубых беретов я так и не видел, а голубые шлемы я позже увидел. И вот, как-то в Балтиморе я опоздал на самолет, день совершенно не задался, я вообще не туда попал, но это все устроил Господь специально, чтобы я попал не на тот самолет, чтобы мне пришлось вернуться и оказаться на том месте, где я должен был быть, чтобы увидеть репортаж из Сьерра-Леона. И когда начал транслироваться этот репортаж, Господь сказал мне посмотреть на экран, потому что телевидение я не очень смотрю. И вот в Сьерра-Леоне находились ребята с миротворческой миссией, на них были голубые небесно-голубые береты. Господь сказал мне, я обещал давать тебе знамения на каждом месте, куда ты поедешь. Кстати, я не знал, что означали эти голубые береты. Тогда я их увидел, и голубые шлемы тоже. Но сейчас я четко знаю, кем будут эти полицейские, чья это будет прерогатива. Эти полицейская система была достаточно мирной. Они не обращались грубо и неподобающим образом с людьми, не вели себя агрессивно. Я не видел, чтобы кого-то застрелили или ограбили, ничего подобного не было. Казалось, что настроены они были мирно и припаркованы почти на каждом углу. Но единственное, что нельзя было, это пересесть границу штата без специальных документов. Нужно было получить специальные документы, чтобы пересесть границу штата. Мне это показалось очень непривычным. Знаете, если вы не пророческий клуб, то я бы, скорее всего, никогда не поверил в этот эпизод моего сна. Вряд ли я когда-либо смог представить, чтобы в этой стране нельзя было переходить границы без специальных документов, подтверждающих документов. Но я это видел, и меня это сильно поразило. Этот новый лидер занимал телеэфир и не было никакого сопротивления его нововведениям. Никто не оказывал противодействия Никто не брал на себя смелость бросить ему вызов. Никто в Америке не начал никакую революцию. Все происходило как по маслу, без малейшего сопротивления, и на местном уровне, и на национальном. И знаете, что меня изумляет? Спустя 20 лет после этого сна я пришел к твердому убеждению, что именно так и случится. Можете посмотреть на большинство церквей Господа, они все спят сейчас. Только начните говорить им подобные вещи о последних временах. Они окрестят вас фанатичным апокалиптиком, психом каким-то, одним из тех парней, которые сейчас начнут им рассказывать, что на них придет конец, и что они не будут торжественно забраны отсюда подальше всего этого, не успев ощутить ни малейшего дискомфорта. Почитайте свою Библию. Бог не забрал но из земли. Он оградил его ковчегом. Бог освободил лота из Содома, но то место уничтожил. Он не забрал его оттуда на облака. Сам Иисус сколько раз говорил даже в первосвященнической молитве, «Отец, молю, чтобы они были едины, как я и ты едины, но я не молю тебя, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их в мире от зла». Он же сказал, «Претерпевший же до конца спасется». И извините меня, конечно, но сегодня полным-полно христиан думают, что мы уберемся отсюда, не успев ощутить даже малейший дискомфорт. Представьте себе, только честно, что было бы, если бы Иисус вернулся сейчас за Своей церковью. Я думаю, Он был бы очень разочарован. Я знаю, что и мною Он не всегда доволен, недавно, пару лет назад, Он сказал мне, что последние два с половиной года моего служения сгорят как солома под Его ногами. Не очень-то приятно мне было такое услышать, ведь я искренне считал, что угождал Богу и на самом деле был в обольщении. Послушайте, я очень боялся проповедовать подобные вещи, и хоть я и выдавал некоторое количество информации то тут, то там, но я был в один страх перед людьми. Я очень боялся, как и некоторые из вас. Должно быть знамение, да, когда вы знаете, что должны измениться, должен прогреметь гром. Может, теперь он, наконец, мною доволен. Вот сын мой, слышите его. Вообще-то, я должен умоляться, а он расти. Не надо нам такого. Не надо нам никаких молний в этом здании. Во сне начали происходить странные изменения. Перемены наступали практически мгновенной абсолютной легкостью. С абсолютной легкостью было введено мирное военное положение, как я уже сказал, повсюду была военная полиция и знала местонахождение каждого. Я узнал, как они получали такую информацию. Сначала я этого не понял, но потом мне было открыто. Я задался вопросом, проживая этот сон. Как все так быстро произошло? Видите ли, я историк, люблю историческую литературу, особенно по истории Америки, и наши прородцы сражались против такого. А сейчас где наши прородцы? Где мужчины и женщины способны встать и заявить «Погодите-ка!» Это не то направление, в котором мы хотим следовать. Просто задумайтесь об этом. Мы обычно киваем друг на друга, «Но мы ведь народ, каждый из нас. Неужели мы не можем восстать и сказать «Хватит!» Я не единственный, вводимый страхом перед людьми. Вы можете встать в своей церкви и заявить, что вы уже устали от того, что в церкви не проповедуется истина, и что вы настаиваете, чтобы проповедовалась истина. И если они, люди Божьи, не проповедуют истину, то вы будете молиться, чтобы Бог привел тех, кто будет ее проповедовать. И это не вызывает, смотрю, у вас бурного оживления, какое я наблюдал в других местах. Наверное, вы следите за своим поведением перед камерами, да? Боитесь, что попадете в кадр и покажут ваше лицо, и вы попадетесь в правительство? Да вы уже давно попались им, ребята, просто узнали от меня об этом сейчас. Спасибо, друзья. Это, наверное, мои братья, бывшие католики. Я знал, что мои друзья начнут поддерживать меня рано или поздно. Многими вопросами я начал задаваться. Куда делись идеалы наших отцов-основателей? Как такое могло произойти в Америке? Я слышал, как в других странах происходили многочисленные попытки государственного переворота, но, как правило, военным путем. А здесь все произошло без единого выстрела. С течением сна я начал осознавать, находясь в домах, что телевизоры не только транслировали программы, но и имели способность посылать сигналы от вас в вашей комнате. Я бы никогда не подумал, что это возможно, если бы инженер-электронщик мне как-то не сказал «Кэн, любая сконструированная электроника способна работать в обратном направлении, любая». Как ваш автомобиль может ехать вперед, так может и назад. Если вы способны принять сигнал, то способны, и благодарю тебе, Господи, послать сигнал. Послушайте, я мог видеть, как телевизоры следили за людьми в их домах, контролируя их передвижение, их разговоры. Во сне мне было показано, что для этого телевизора не обязательно должен быть включен. Достаточно, чтобы вилка была в розетке. И знаете, что я узнал? Телевизоры, выпускаемые с 92-го года, могут наблюдать за вами. У кого из вас телевизоры с 92-го года и позже? Кто из вас подумал, что неплохо было бы запустить в него кирпичом? Может, вам стоит пойти на распродажу хлама и отыскать там старый добрый телевизор 80-х? Правда, вам придется крутить ручку, чтобы переключать каналы. Может, он не так удобен в эксплуатации. Но уж точно будет для вас безопаснее. Вы спросите, откуда я все это знаю? Потому что мне попадались люди, которые показали, как все это работает. Один человек показал мне, как можно превратить ваш домашний телефон в подслушивающее устройство с помощью прибора RadioShack стоимостью 17 долларов. Он позвонил мне домой, телефон зазвонил, он сказал пару фраз, я положил трубку, и теперь мой телефон можно полностью прослушивать. Знаете, что ваши мобильные телефоны сконструированы таким образом, что во все небольшие телефоны, телефоны Макки Мауса и прочие, встроены самые чувствительные микрофоны? Зачем? Неужели, чтобы лучше слушали свою бабушку на западном побережье? Подумайте об этом. Зачем в телефонах нужны такие чувствительные устройства? И почему так быстро расширяют новые сети, способные передавать всевозможные сигналы? Подскажите, как они называются? Волоконно-оптические сети связи. Вы знаете, что только один волоконно-оптический кабель способен передавать больше миллиона сообщений. Зачем? Для чего им все это? Задумайтесь на минуту. Чтобы иметь возможность постоянно отслеживать больше людей. Это не улучшение наших возможностей телекоммуникации. Это игра, ребята. Это целая схема, целый план, разворачиваясь на наших глазах. И так, телевидение постоянно, практически ежедневно твердило нам людям, что если мы станем частью этого нового порядка, то это убережет нас от всех жизненных невзгод. Этот человек твердил об этом постоянно, когда появлялся на экране. Новый порядок урегулирует все проблемы и установит лидерство, способное принести изменения, которые установят, наконец, во всем мире глобальный мир. Мы только это и слышали. Я видел этот сон в 1980 году, а сейчас уже звучит подобное, не так ли? Каждый день газеты и телевидение вдалбливают в наши мозги идею тотального мира, глобального единства. Множество интернет-рекламы вращаются вокруг глобальности, призывая к глобальному единению. Это всё постоянно мелькает у нас перед глазами. Во сне я подошёл к тому, что начал усиленно работать с тем пожилым человеком. Это была та часть сна, которая даровала мне надежду. Я начал много трудиться с этим человеком, помогая ему. И в это время многие так называемые христиане, я заключил их в кавычки в моих записях. Кстати, когда я записывал свой сон, то у меня получилось семь страниц такого лавинного блокнота, как этот, из писанных с обоих сторон. Я бы показал вам мои записи сегодня, но кто-то стащил меня из гаража мой письменный стол, мой секретарь вместе со всеми моими школьными табелями, выпускными альбомами, папкой с письмами и всеми моими записями, пережитого вместе с Господом в трудные времена. И мне так и не удалось вернуть ничего из этого, даже моих школьных табелей, что меня немного сердит. Так что, если кто-то из вас найдет мои школьные табеля, там у меня еще было несколько любовных писем, которые придавали мне значимости. Я рад, что завтра повидаюсь со своей женой, я соскучился по ней. Итак, эти так называемые христиане подходили к пожилому мужчине и тем, кто были с ним, не объясняли, что некогда у них были отношения с Иисусом, но затем они охладили в вере и отпали от святого горячего искания к Богу. За короткий промежуток времени люди полностью до статка отдавали свои жизни Иисусу. И опять я наблюдал за земным шаром сверху, видел очень-очень необычные вещи. Я видел определенные области земли, откуда исходили лучи света, высоко в атмосферу земли. Похоже, они были на огромные прожиттора с языками пламени внутри, если вы видели такие освещающие небеса. Только лучи были необычайно яркими, почти сверхъестественными. Не знаю, были ли они на самом деле сверхъестественными, но казалось, что да. После того, как я увидел эти световые вспышки в разных направлениях на поверхностях земли, мне было даровано способность спуститься прямо в эти области и увидеть собственными глазами, что это было. И позвольте вам сказать, что это было самое потрясающее и когда-либо виденное мной. Именно в этой части этого видения я черпаю решимость продолжать то, чем я занимаюсь сейчас. Я служил мертвому телу Христа в Америке уже 17 лет, и должен вам честно признаться, я уже устал от этого. И поэтому я служил в Гватемале, в приюте с миссией, частью которой являюсь, потому что они желают слушать. Они алчущие, они жаждущие. Американцы же думают, что уже знают все. Но если бы не эта часть моего видения, я бы здесь больше не служил. Я бы уехал отсюда подальше. Вот что начало происходить. Лучи света. И вот на моих глазах в 12 областях Америки и по всему миру вспыхивали эти световые лучи и сияли в атмосфере. Когда я приблизился, то увидел масштабное пробуждение по всему миру. Вот что я заметил. Я не видел никаких Кенов Питерсов, не видел никаких именитых евангелистов или пророков, или апостолов, или известных телевизионных личностей. Ни одного. Были только лишь обычные дети Божьи, служащие в силе, в которой, как описано в Библии, служили Иисус и Его ученики. Это происходило не выборочно, а со всеми. И происходило повсюду. Молились за больных и тут же исцелялись. Молились за слепые глаза, и те прозревали. Молились за мертвых, и те воскресали. Молились за потерянных, чтобы они вернулись. И знаете что, ребята? Если бы сейчас здесь станцевал джигу в Духе Святом и прыгал бы, и плясал, и выкрикил на языке, и знаете почему? Потому что то, что я видел, было самым великим из всего, что я видел с момента своего рождения на этой земле. Ничего из того, что я видел на земле, не может с этим сравниться. Этот период длился где-то 3-4 месяца, максимум 6, где-то так. Это было просто потрясающе. Целые области были завоеваны для Иисуса Христа. Я знаю по опыту, что такое возможно, потому что в 15 минутах езды от моего приюта находится город Амалонга. Гватемала, который на сегодняшний день является полностью христианским городом на земле. 76 тысяч населения. Между ними единство. Нет больше никакой вражды и поразительные случаи начинают происходить. К примеру, овощи начинают вырастать до библейских размеров. Я буду там с моим другом, который находится сегодня здесь, с миссионерской поездкой в конце июля, и я вышлю в пророческий клуб цифровые видеозаписи, где я держу эти овощи. Это просто феноменально. Морковь размером с мужскую руку, огромная и потрясающе вкусная. Урожаи кукурузы родят настолько огромные кукурузные початки, что трудно себе и представить. Качан цветной капусты двое мужчин еле могут поднять. И капустные листья просто гигантские. В омологу сейчас направляют ученых со всего мира, потому что это уже стало известно всему научному сообществу. И они хотят узнать, что же эти гватемальцы сделали такого особенного с грязью. Кстати, если вам это интересно, прежде чем я продолжу, продюсер Джордж Отис, младший, выпустил документальное видео «Преображение». Так что можете увидеть все это собственными глазами. Мне добираться туда 15 минут. И у меня назначена, кстати, встреча с главным пастором того региона. Я попрошу его возложить на меня руки, чтобы каким-то образом передать мудрость нахождения единства в тело Христово. Чтобы я мог молиться за людей, они получали бы это и в других регионах. Это по-библейски. Павел говорил, что можно передать нам духовные дары через возложение рук. Итак, то, что я видел, было просто потрясающе. В это даже трудно было поверить. Вы знаете, что в Евангелии от Ана Иисус сказал «Те дела, которые я творю, и больше сих сотворите». Я не видел более великие дела, я видел большие масштабы этих дел. Я не видел чего-то более великого, чем воскрешение мертвого, но видел это в больших количествах. Как будто каждый был, как Иисус, ходящий по земле и творящий эти дела. И скажу я вам, для этого не нужна была кафедра. Признаюсь вам честно, я там вообще не видел никаких проповедников за кафедрами. Думаю, что они наконец-то осознали цель служения, что начали служить в тени вам, снаряжая и высвобождая вас для Бога, чтобы вы были великими Божьими звездами. Что может быть важнее? Обычный верующий, предан следующий за Христом, совершающий эти великие дела, или какой-нибудь парень, прилепившийся к кафедре, как Стэн, уже говорил ранее, и только то и делающий, что читающий и молящийся. Еще один шанс для вас хорошенько присмотреться к брату Стэну. Мне нравится Стэн, и нравится подрунивать над ним немного. Я думаю, что нам с ним, как друзьям, это позволительно. Он первый смутил меня сегодня, и поэтому я просто хочу, чтобы вы знали, я обычный нормальный человек, и ничего более. Да, у меня есть дары, он действует. И Богу нравится, как действуют ваши дары. А я никто. Просто последователь Иисуса Христа и только. Так что прошу вас, не смотрите на людей никогда, смотрите только на одну личность, достойную всех наших молитв. Итак, это излияние длилось небольшой период времени прямо рядом с теми областями, где был абсолютный свет, бок о бок находились области, возможно, соседние города, где была абсолютная тьма. Духовная атмосфера необычайно оживилась. Когда эти чудеса и события начали происходить, мировой порядок вдруг пришел в бешенство, потому что они не могли проконтролировать то, что происходило, не могли манипулировать этим, и не могли остановить это. От такого дьявола обычно в бешенстве. Он вообще бесится, когда мы начинаем действовать в реальной силе живого Бога. В таких случаях он пытается изо всех сил создать нам всевозможные препятствия, чтобы как-то остановить работу Бога. Именно это и начало происходить. Я стал свидетелем гонений невиданных до сели масштабов. Разве не удивительно, что согласно статистике церкви, за последние 10 лет тело Христа по всему миру испытало больше гонений, чем за всю историю церкви, и это за 10 лет. Мы собираемся открыть еще один приют в Судане, потому что Бог даровал нам возможность служить главе государства и генеральному секретарю, который предоставляет нам возможность начать там духовную деятельность. Так что я знаю определенные вещи об Африке, которых вы не знаете. Я знаю, почему ваши цены на газ подскочили на 20-30%, потому что арабы закачивают сейчас миллиарды долларов в Африку. Они не хотят, чтобы Африка стала христианским континентом. И они платят людям, чтобы те принимали ислам. От 300 до 1000 долларов США в месяц. Знаете, если у вас за всю жизнь не было и 5 долларов, и тут вам вдруг платят 300 долларов в месяц, то вы готовы даже убить вашего соседа, если вам скажут, особенно если у вас нет веры в Христа. Тогда вы готовы на что угодно. Вы спросите, как так можно? А как люди, которых Иисус благословлял каждый день дошли до того, что распяли его? Это те же люди, которые недели раньше кричали «Асанна! Асанна!» А теперь распяли его. Так что, ребята, мы легко можем скатиться, молитесь за нас, чтобы мы завершили то, что было начато. Итак, необычные события стали происходить. С одной стороны, излияние благословений, а с другой, начали набирать силу, гонения. Людей арестовывали. И я увидел кое-что странное. Множество тюрем, колоний на территории всех штатов США. Особенно сконцентрированы они были в Калифорнии. Во сне мне было показано множество тюрем. В 1983 году Дух Святой проговорил ко мне и сказал, что он позволит дьяволу строить тюрьмы в штате Калифорния, где в итоге станут содержать арестованных христиан. И что эти тюрьмы строятся в загородных районах, как правило, удалены на 4,5-7,5 метров от главного шоссе. Я спросил, почему именно так? И он ответил, для того, чтобы забирать людей ночью. У меня есть хороший друг по имени Алекс. Фамилию его не буду говорить. Скажу, если кому-то нужно после передачи. Он избежал революции в Венгрии, а двоих его братьев похитили посреди ночи, и он так и не видел их с 1956 года. Почему вы думаете, что в Америке не повторится подобное? Америка безбожная страна. Если не станет тех древних ценностей в ее основании, то что останется праведным? Я опять отправился совершить еще одну денежную операцию и столкнулся с каким-то типом. Здесь странные вещи стали происходить. Он находился в большом эмоциональном возбуждении и начал делиться со мной тем, что он только что испытал. Сейчас мы на этом вкратце остановимся. Здесь не очень ясное изображение, но мы как раз составляем точное и четкое изображение. Этот человек обратился ко мне, Кэм, я перед этим ему представился, «Ты уже получил свой идентификационный знак?» Я ответил, «Я не знаю, о чем ты говоришь, что это такое». Он сказал, «Только что ввели новый идентификационный знак, и, кстати, началось сперва с добровольной имплантацией. Добровольной имплантацией». Этот человек сказал мне, чтобы я побыстрее принял этот знак в избежании проблем, потому что каждому придется его принять, чтобы проводить любого рода деловые операции. Это должен признаться очень приблизительное изображение, так как мы не художники. Я усадил своего приятеля, чтобы он это нарисовал. На перепонке между большим указательным пальцем правой руки у этого человека было нечто похожее на ювелирное изделие «Мексиканское солнце». Вы видели когда-нибудь это изделие в виде солнца с лучами? Оно выглядело как солнце с лицом. Это выглядело похоже, только эти лучи выглядели не так. Если можете, нарисуйте в своем воображении солнца, с которого как голограмма строятся пучки света в виде лучей. Представили? Здесь изображена рука. Она здесь почему-то перевернута. Не знаю, как так получилось, это ошибка. И хоть не я это рисовал, но я за это отвечаю. Так как я не хочу, чтобы моему приятелю за это досталось, я люблю этого парня, и поэтому его не выдам. Эта рука была направлена как и сама рука, на которой был знак. Она находилась внутри солнца, на ней точно так же была эмблема, как и на перепонке руки человека. Этот парень был на эмоциональном подъеме, очень радостный, заявляя, нам больше не придется пользоваться этими дурацкими карточками. На то время во сне мы все пользовались карточками для совершения всевозможных операций. Вы спросите, откуда я знаю, что это так? Я приютил у себя дома 18 студентов, миссионеров из канадской провинции Британская Колумбия. Три месяца назад они направлялись в Мексику, но остались без жилья, так как не смогли воспользоваться своими канадскими смарт-картками здесь, в Америке. Из соображения удобства Канада избавляется от наличных, так как канадцам не нравится носить однодолларовые луни и двухдолларовые туни. Кто-нибудь знает, о чем я говорю? Это большие тяжелые монеты, которые неудобно с собой носить из-за их тяжести, и поэтому ради удобства они вводят эти смарт-карты. Это начертание показалось мне очень странным, потому что вскоре после сна, ну не вскоре, я не стараюсь быть точен в датах, в 1993 году Господь проговорил в мое сердце, займись игрой в гольф. Я ответил, это не очень удачная идея, Господь, ведь ты помнишь, как я психовал в школе из-за гольфа? Я скорее всего запарю свое свидетельство на курсах по гольфу. Ты уверен, что мне нужно играть в гольф? Он ответил, да, я хочу, чтобы ты расслабился немного, и хочу научить тебя характеру, которого тебе не хватает. Хорошо, Господь сказал я, так и сделаю. Вот я занялся гольфом, и как большинство гольферов, которые любят гольф, либо ненавидят, я полюбил его. Я был одет как гольфер, у меня была клюшка для гольфа, но играть в гольф я не мог. Я обычно покупал мячи для гольфа в Кей Марте, так как там они очень недорогие. Если вы ходите на курсы игры в гольф, играете мячами, которые есть в Кей Марте, кстати, да, вы можете раскусить сегодня своих мужей, когда они говорят вам, что такие мячи стоят 35 баксов, в Кей Марте можете купить такие же за 12 долларов. Я покупал самые дешевые мячи, потому что в основном меня интересовали хорошие курсы, которые я посещал. Мне нравилось болтаться там с классными людьми, я играл в гольф неважно, и терял за игру 6-8 мячей. И вот, когда я был в Кей Марте, только не злитесь на меня, если вы работаете в Кей Марте, потому что то, что я расскажу сейчас, шокирует вас. Это подтвердилось уже в 4 других городах моих поездок. Я подошел расплатиться за мячи для гольфа, и когда положил их на прилавок и посмотрел туда, то заметил там очень необычную подставку на контрольно-кассовом прилавке. Вы замечали в бокалейных магазинах, что там, где взвешивают овощи, есть небольшая подставка. И вот, в этом супермаркете была небольшая подставка приблизительно размера вот этого проектора. 20-30 см. Серого цвета. Из нее была впечатана рука. Не в точности такая, потому что, опять же, это очень неточное изображение. Мы представим сюда более точное. Стэн попросил меня, так что я принесу. И вот я увидел точно такое же изображение, какое я видел во сне на этой подставке. Я спросил работницу магазина, что это такое. Она ответила, «Могу только сказать вам, что это только недавно сюда впечатали, и мы не знаем, к чему это, так как нам ничего не объяснили». И добавила, «Товаровец сказал мне, что когда-нибудь в будущем планируют, чтобы человек просто провел рукой, и эта штука сама позаботилась обо всем остальном». Кто-то из вас, вероятно, видел уже такие изображения руки на подставках в некоторых розничных магазинах. я слышал, что их уже видели в магазинах Walmart и некоторых других. Я не знаю названий магазинов восточного побережья, кто-то мне уже называл несколько, в которых их обнаружили. Еще мне сказали в точности то, что произошло и со мной. Я начал свидетельствовать, кстати, этой женщине. Жаль, что я не успел привести ее к вере во Христа, но я потрес ее до самого основания. Я рассказал ей кое-что об Антихристе, о начертании зверя, затем еще кое-что о маме и папе, о домашней жизни, но Христа она так и не приняла, потому что дама в очереди с большой упаковкой попкорна стала яростно воевать со мной. Но зато могу вам сообщить, что она была не на шутку потрясена. Две недели спустя то изображение исчезло. Некоторые мне говорили, что видели, и как оно появилось, и как внезапно исчезло очень странным образом. Кому-то еще нужно это изображение. Классный рисунок, не правда ли? Один из самых знаменитых рисунков, который видел пророческий клуб. Это немного озадачило Стэна, потому что, как вы знаете, он перфекционист и любит, чтобы все было здесь точно. И вот я увидел кое-что странное. Меня очень испугала рука этого человека и его радостное оживление. И вдруг внутри моего живота ко мне проговорил голос «Беги отсюда со всех ног». И мне начали приходить мысли «О Боже! так и точно наступил конец света». Это действительно Он. Я побежал к себе домой со всех ног и пока бежал, то слышал в своем духе следующее. Сейчас я вам прочитаю. Хотя я и не знал в то время ничего о своем духе. Если у вас есть с собой Библия, можете открыть. Я прочитаю с Откровения 13 главы. Я тогда не знал, что это из Писания. И опять же, я не знал тогда, что это заговорящий живот у меня. Сейчас я знаю, что там находится наш духовный человек. Из чрева потекут реки воды живой. Откровение 13 глава. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на тело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. «Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Я бегу изо всех ног к себе домой, потому что сознаю, что там осталась моя жена совсем одна. Я подбегаю к дому, еще одно место Писания выскакивает из моего сердца. Я его не знал тогда. Это из 24 главы Матфея «О мерзости запустения». Я схватился за ручку двери и начал открывать дверь, хотя Писание мне говорило, «Не заходи в дом, не возвращайся домой». Я открыл дверь и увидел такое демоническое присутствие, какого я никогда не видел. Это присутствие, с которым я столкнулся у входной двери. Не знаю, что это было, то ли сам дьявол, то ли что-то. Это существо было очень черное, его окружало какое-то облако тьмы. Это ни в каком случае не было похоже на негритянскую кожу, у этого существа вообще была не темная кожа, а какой-то сгусток тьмы вокруг него. Выглядело это зловеще, от одного его присутствия моё сердце сжалось от страха. Я закричал так громко, что проснулся. Проснулся я весь мокрый от пота на моей постели, даже отпечатался мой мокрый силуэт. Я начал трясти мою жену и говорить, что со мной творится что-то ужасное. Думаю, что Бог пытается мне что-то сказать. Я рассказал ей немного, что там происходило, но она сказала, что это просто кошмар. Но я ведь знал, что это не был просто кошмар. У меня были кошмары. У кого из вас были кошмары? Это ни в коем случае не был кошмар. Было три часа ночи. Заснул я, наверное, где-то в половине одиннадцатого. Это длилось несколько часов. Я почувствовал сильное побуждение почитать Библию. Хотя я даже не знал, была ли она у меня. Я начал рыться в гараже и искать Библию и наконец нашел с надписью «Священная Библия! Католическая редакция Святого Иосифа». Я понятия не имел, откуда она у меня. Я открыл обложку, внутри была надпись «Собственной школой церкви Святого Франциска». Не знаю, откуда она вообще взялась в моем доме. Что-то я не припоминал, чтобы я ее украл, но похоже, что так. Ведь она как-то оказалась у меня. Я вернулся в дом, сел в кресло-качалку, принялся усердно читать Библию. У меня по жизни привычка перескакивать к концу, и вот я перелистнул в конец Библии, там было написано «Апокалипсис». В то время я понятия не имел, что означает это слово. Я начал его читать, и все, что я оттуда вынес, это то, что Иисус придет в свою церковь и заберет у них светильники со свечами. Меня, как католика, это испугало, потому что все, что мы делаем, это делаем со свечами. Адвентские свечи, пасхальные свечи, рождественские свечи, очистительные свечи, на алтаре зажигают свечи, во всем используют свечи, так что я ничего не понял. Я уснул, и сон продолжился с того же самого места, на котором закончился. Я стою перед лицом этого зловечного создания. Думаю, что это был демон, какое-то демоническое присутствие, которое было очень интенсивным. От него у меня защемило сердце, и я захлопнул дверь и удрал. Я осознал, что моей жены дома не было, что она куда-то пропала. Это было понятно из-за того присутствия. Тяжело даже описать, как я перепугался. Несколько раз в жизни я сталкивался с демонами, с проявляющимися в моих гостиничных номерах колдунами и астрально проецирующими себя в моей домашней комнате. Я уже знаю, как с этим справляться, я такого больше не боюсь. Они больше не играют со мной в такие игры, потому что я теперь знаю, как молиться. Но в этот момент я не мог сообразить, что мне делать с этим сильным злым существом. Я бежал, бежал долго. Во сне мне показалось, что я пробежал несколько миль. Но тут меня поймала военная полиция в том странном полицейском транспорте. Они знали мое имя, хоть я им и не называл. Меня отвезли в большое правительственное здание и отвели в комнату, где находилась моя жена и тот пожилой человек, которого я начал называть евангелистом. Те, кто их арестовали, знали, что арестуют и меня. Меня это удивило. Я задумался, откуда они знают все о людях. Я знаю, что за нами наблюдают даже сейчас. Я знаю, что христиан отслеживают в нашей стране. Я знаю, что доверяющие Библии христиане отслеживаются. ФБР отслеживает доверяющих Библии христиан. Это длится годами. Недавно в крупной газете было опубликовано, кого ФБР считают опасными людьми. Одной из категорий были христиане, верующие в Библию, регулярно посещающие церковь, верующие в то, что описано в Библии, и относятся к сегодняшним днём. Для ФБР такие личности представляют угрозу. Так что они всё о нас знали, заперли нас в эту комнату, меня, мою жену и этого пожилого джентльмена начали вежливо задавать вопросы, предлагать нам сотрудничать и соглашаться с этим новым правительством, и всё с нами будет в порядке. Моя жена, которую вы увидите, если будете на собрании в будущем, она из отважнейших христиан, каких я когда-либо встречал, и, наверное, одна из самых добрых и мягких верующих, которых я видел, но не побоится выступить перед лицом самого дьявола. И вот она и пожилой джентльмен стали проповедовать тем людям, которые пытались склонить нас к лояльности к этому новому правительству. Нас отвели в другую комнату, и допрос теперь начали вести с применением методов контроля сознания. Я помню, что мой разум буквально засасывал этот порядок. Я начал думать, что если мы не будем создавать проблем, то всё будет в порядке. В таком русле начал работать мой разум. Но моя жена и пожилой джентльмен боролись против этого всеми своими духовными силами и противостояли этому писанию. Подозрительными показалось то, что наш арест как будто был спланированным и заранее. Не знаю, как это существо оказалось в моём доме и как они знали, где меня ловить, но всё, казалось, было разыграно, как по нотам. Прежде чем это случилось со мной, я заметил странные перемеды. Все нации мира были как единая нация. Больше не было никаких отдельных суверенных государств. Континенты уже не делились на страны, а делились на регионы. Должен вам заявить, это как раз в это время присутствие Бога на мировой сцене и Его вмешательство в глобальные процессы теперь невозможно было ощутить. В этом глобальном порядке не было ни малейшего Божьего присутствия. Зло на этой стадии сна начало пропитывать собой каждую частицу общества. тьма была повсюду. Я уже говорил Стэну, что видел чёткое разграничение между людьми Бога и не Его людьми. Прямо проходя по улицам, можно было сразу догадаться, кто есть кто. Совсем не так, как сейчас, когда мы попадаем в какую-то группу людей и начинаем задуматься, кто из них спасён, а кто из них знает Господа. Где же всё было слишком очевидно, была проведена чёткая разграничительная духовная линия. Было всё ясно видно. На нашем допросе контроль над сознанием был просто неимоверным. Казалось, что никакой человек на такое не способен при допросе. Мой разум просто захватывали волны тревоги и страха. Моя жена и пожилой джентльмен мужественно противостояли им в одном духе, и потому нас вывели оттуда и повели по очень длинному коридору. В нём тысячи людей были выстроены в длинную очередь. Длина коридора была как минимум 90 метров, а может и больше. Но благодаря моей возможности глубинного восприятия во сне, во время сна, я увидел очень длинную очередь людей. Через каждые 5-6 минут люди выходили из очереди, делали шаг вперёд. Мы провели много времени в этой очереди. Из боковых дверей в коридор врывались люди и запугивали стоящих в очереди, чтобы те отреклись от веры. Они никогда не произносили имя Иисус, не произносили Иисус Христос и никогда не произносили Бог. Говорили они так, «Вы должны отречься от своей веры в Него, если хотите жить. Ваша вера пустая». Эти люди оказывали безбожное давление на тех, кто были в очереди. И мы часто видели, как кто-то раскалывался под их давлением, терпел полный крах. Его волокли оттуда, и он отрекался от своей веры в Иисуса Христа. Мне было очень не по себе в этой очереди. Ведь я толком не знал, что будет с нами, что с нами будут делать. То ли бросать нас за решётку, то ли станут запуговить нас побоями. Мы пока были в неведении относительно того, что нас ожидает. В конце концов, нас провели через ряд тройных двойных дверей, пройдя через которые, мы оказались в какой-то комнате, похожей на камеру для задержанных. В начале очереди был пожилой джентльмен, затем моя жена, и в конце я. Внезапно открылись двери, и того джентльмена затащили в комнату. В этот момент сна я не знал, что там с ним происходило, потому что дверь за ним стремительно захлопнулась, и минут через шесть дверь распахнулась, на этот раз настежь. И я увидел то, что вызвало у меня глубочайшее чувство опустошения. Я увидел какого-то очень крупного мужчины. Раньше я его уже описывал. Раньше я уже описывал, его рост высокий, как у профессионального баскетболиста. Но он к тому же ещё был очень крупным, как профессиональный футболист, мощнейшее у телосважения. И на голове у него был большой капюшон палача, похожий из атласа, с отверстиями для глаз. Передо мной стояла моя жена, и ей начали предлагать отреться от веры и жить. И тут я начал понимать, что происходило, потому что в руках у этого человека был гигантский меч. Надо мне было приблизительно нарисовать вам, как этот меч выглядел. Но попытаюсь изобразить в воздухе, он начинался с ручки, затем загибался вверх вот так, затем вот так, и затем вот такой другой. Меч этот выглядел очень устрашающе. А затем я увидел стол, немного длиннее, чем средний рост человека, и немного шире. Жена моя не собиралась отрекаться от веры Иисуса, она начала проповедовать в силе, хотел бы я быть сейчас таким смелым, как она, но я не такой. Она начала запрещать дьявол и все, что угодно. Они пришли в ярость и привязали ее ремнями к этому столу. Она лежала, кстати, на спине, лицом к небу. Этот человек стоял с мечом позади нее. Он отсек ей голову прямо на моих глазах, я видел это. Не скажу, что мне бы хотелось, чтобы это произошло с моей женой. Не знаю, произойдет ли это. Бог мне пока не говорит ясно, что я умру, как мученик. Знаю только, что все, что было во сне, уже начало сбываться в точности, так, как я видел. Но этот случай с мечом оставил неизгладимый вслед на моей жизни. Много лет спустя после этого сна я принимал участие в ежегодной выставке Каунти Феллор в Вицелии, Калифорнии. Я наблюдал там за парадом, во время которого взрослые парни выписывали фигуры на своих мотоциклах, разодетые в небольших шапочках. Мне это показалось странным. Эти шапки, казалось, были не к месту. Но позже, когда я шел по противоположной улице, я увидел большой грузовой фургон. На нем было написано «Поддержите детские больницы, открытые масонами-шрайнерами, храмовниками» и так далее и тому подобное. И рядом я увидел такую же шапку, которая была на этих парнях, и на ней был меч, который держал этот палач. Я застыл на месте, когда увидел этот меч. Я не знал, как вообще к этому относиться. Я не знал, что и думать. Я прямо лишился всякой способности здраво рассуждать. Когда я ушел с этой выставки, то решил узнать кое-что об этом, потому что считал, что масоны – милые люди, так как открывают больницы, помогают детям-инвалидам и все такое. Но что-то мне подсказывало, что этот меч как-то с ними связан. Я начал наводить справки и узнал, что они на самом деле вовлечены в очень темные дела. Я узнал, что это их шапочка красного цвета, потому что они поклялись омочить ее в крови христиан в качестве мести за крестовые походы, во время которых христиане убивали много мусульман и иудеев. А этот меч на их шапке, как я узнал, называется скиметр, кривой турецкий меч. Этот меч, как выяснилось, точно такой, каким пользовался тот тип, чтобы казнить людей. На моих глазах только что была казнена моя жена, что очень опечалило меня. Но, признаться честно, меня больше пугало то, что будет дальше со мной, чем то, что погибла моя жена. Да, звучит очень эгоистично, но, скажи я по-другому, это была бы ложь, за которую я отвечал бы пред Богом. В тот момент меня больше беспокоила моя шкура, чем ее погибель. Я был ужасно напуган и знал, что вот-вот умру. Мой разум не мог с этим справиться. Я был буквально парализован. Мой разум причинял мне мучения, буквально помутился. Мой живот громко вызывал к Иисусу о помощи, так как я был в ужасном страхе. Но я не мог оформить эту просьбу, потому что мой разум мой... потому что разум мой был парализован. Как в сильной лихорадке у меня стучали зубы, я весь трясся от озноба. Я был не способен оформлять свои мысли. Все способности моего разума как будто испарились куда-то. Я совершенно не мог воспринимать окружающую меня действительность. Ужас! И хотя длилось это всего 5-6 минут, но казалось, что целыми часами из-за чрезмерного давления на меня. Сейчас, конечно, я немного больше, чем тогда вас не знаю, о том, как атакует сатана, но тогда я и понятия не имел. Я начал вызывать из своего чрева. Сейчас-то я знаю, что это мой дух. Но время сна это смахило на битву между моим чревом и моим разумом. И вдруг что-то прорвалось из моего чрева в мой разум, и я мог духовно вызвать к Иисусу. И я смог духовно вызвать к Иисусу. Иисус, я боюсь. Прошу тебя, спаси меня. Помоги мне. В это же мгновение духовного разговора я ощутил, как меня схватили за плечо. Странно то, что на мгновение меня больше заинтересовала рука, схватившая меня, чем то, что со мной происходило. Тогда меня схватила эта рука, по мне разлилось тепло, и я зно поставил меня. И мой разум смог наконец четко видеть и воспринимать все происходящее. Я никогда не забуду эту руку. На вид она была довольно грубой, как будто очень много трудилась, как у какого-нибудь работяги, вроде механика или строителя, или водопроводчика. Очень натруженная рука, и к тому же довольно крупная, не такая, как у меня. Это была массивная рука. Она схватила меня за плечо, и в меня хлынуло тепло и мир. Через несколько мгновений я оглянулся и увидел позади Господа Иисуса Христа, не зная, как Он туда попал, мы ведь все находились в тесной камере для задержанных за закрытой дверью. Он напряженно посмотрел мне в глаза, без какого-либо упрека или осуждения. Он просто пронзал своим взором всю мою жизнь. Меня сильно удивило, что когда я посмотрел на Него, Его глаза не были карими, зелеными или голубыми, они были цвета пламени, и просматривали мою жизнь насквозь. Я осознал, что в этот момент, что смотря на меня, Он на самом деле смотрел сквозь меня и знал обо мне все. знал мои сильные и слабые стороны, знал каждую тающую глубоко во мне ложь, каждое заблуждение, каждый мой страх, который я загнал глубоко в подсознание. Благодаря Его взгляду я увидел все мое существо, вывернутое, наизнанку. Это было пугающе и очень серьезно для меня. Хотел бы я сказать, что это очень... что очень обрадовался увидеть Иисуса в тот момент. На самом деле я очень испугался. Теперь я понимаю, что такое страх Божий, пережив это на собственной шкуре. Трижды в моей жизни меня посещал воскресший Господь, и каждый раз, когда Он являлся, мне было отнюдь не сладко, а наоборот, хотелось спрятаться куда-то под коврик, потому что думал, что мне пришла пора умереть, и не знал, что Ему от меня нужно. Это было могущественное проявление Иисуса, а не какое-то панибратское. Я видел Его в Его впечатляющем величии, и смотря сквозь меня, Он знал обо мне все. Каждый мой скромный уголок и трещинку. И после того, как Он осознал всю мою греховность, Он посмотрел мне прямо в глаза и проговорил, «Не бойся, сын мой, смерть никогда не удержит тебя». Для меня это было необычно, и в тот момент в меня хлынуло мужество. Хотел бы я сказать, что я стал дерзновенным, произнес великолепную проповедь, и в результате все спаслись, но такого не было. Это было всего лишь мужество для преодоления предстоящего мне. Тот человек привязал меня, но перед этим они снова предложили мне отреться от Него. Я отказался и произнес, «Нет, Он Господь всего». И хоть я и знал, что Он спас меня, во сне через молитву, через того пожилого джентльмена, но когда я увидел Его, я теперь могу с абсолютно уверенностью заявить, что я знаю, Он Господь, Господь и Царь всех царей. В Писании сказано, что каждое колено преклонится, и каждый язык исповедует Его Господом, будь то на небе или на земле, или под землей. Когда я увидел Его, то понял, что нет ни единого колена, ни единого языка, которые не признают Его Господство, неважно, на какой они стороне, но когда Он откроет Себя, то каждое колено склонится, поверьте мне. Потому что то присутствие, которое окружало Его, было настолько могущественным, насколько потрясающим и помазанным, таким даже, я бы сказал, ужасающим, как говорит Писание. Он ужасающ в своем присутствии, ужасающ в том смысле, что ты понимаешь, никакая сила на земле не способна противостать Ему. Ребят, меня не ужасают ядерные бомбы и взрывы, потому что я знаю, что тот Бог во всей Вселенной, который открыл Себя мне, превосходит в своем величии все, что только способно изобрести человечество. Это благодаря мудрости, которой нас наделил Создатель неба и земли, мы смогли создать эти ядерные бомбы. Творение не сможет превзойти своего Творца. Я это ясно понял. Меня привязали и предложили мне, «Ты можешь отречься от Него?» «Нет», — ответил я, «Не отрекусь, потому что Он Господь всего и должен стать и вашим Господом». Такова была моя славная проповедь. Могла бы быть, конечно, и подлиннее, но продолжив я ее хоть немного, то только напугал бы, как и во всем остальном у меня. И даже хотя я рассказываю эти моменты спустя столько лет, я особо попросил сегодня Господа не позволить мне здесь плакать и выплескивать эмоции, потому что меня буквально сжало в тиски то, что случилось с моей женой, и сжимая это до сего дня. Я видел, как моя жена буквально становится тем персонажем, жившим в том сне. Когда тот мужчина отсек мне голову, как только я увидел лезвие, коснувшееся моей шеи, в тот самый момент меня уже не было. Никакой смерти я не почувствовал. Я очутился наверху. Потолок надо мной не был настолько высоким, как здесь, но все же довольно высок. Я стоял там, держась за чью-то руку, и наблюдал за всей этой сценой сверху. Все выглядело очень гротескно. Не знаю, почему мне было показано именно так, но говорю все так, как видел. Моя голова была отсечена. Я был весь залит кровью. Все было очень странно. Хотя меня держала эта рука, я не знал, чья она была. Меня более интересовало разглядывание мертвого себя там, чем то, что я был избавлен от смерти. А затем я перевел взгляд, и, о, Боже, меня держала еще одна из вот этих натруженных рук. Я поднял глаза и увидел Господа. Господа Иисуса Христа. Послушайте, ребята, совершенно не важно, через что вы проходите здесь, не важно, какие испытания вы переживаете. Я понятия не имею, почему Господь не выбирает показать себя каждому. Я не знаю. Я понятия не имею, почему Он показал мне это. Я был грешником. Я не стремился следовать за Ним. Я не просил этого всего. Я не достоин того, чтобы Он сам все это показал мне. Я могу сказать вам, что какое бы испытание вы ни проходили, даже если оно стоит вам в вашей жизни, это того стоит. Это стоит того, что я увидел в моем Спасителе. Из строгого, могущего, всеведущего Бога, Он вдруг стал Богом, держащим меня за руку. Я ощутил по-настоящему, что теперь я Его Сын, Его брат, тот, кого Он не стыдится назвать Своим братом. И тут мне пришло понимание, что я равен Ему, не как Бог, не как Божество, не как Иисус, Сын Божий, но как Сын Бога, не Сын Божий, единородный и первородный, но как один из сыновей, не Бог, потому что Писание ясно свидетельствует, что мы созданы немного ниже ангелов, но между нами было равенство в том смысле, что теперь мы с Ним были братья. Меня не пугало больше нахождение в Его присутствии. Теперь я ощущал обильное принятие. Ребята, пришло обильное понимание. Я очень ясно понял тогда это, о чем могу сейчас пламенно свидетельствовать. Например, что означают слова Писания «Драгоценного тяга Господа смерти Его святых». Я больше не плачу на похоронах после этого сна. Никогда больше. Потому что я узнал в присутствии живого Бога, что когда Его дети проходят через смерть, для Него это драгоценно. Я видел, как Он прошел со мной через смерть. Видел, как Он избавил меня от ощущения смерти, несмотря на то, что я умр. И после того, как Он принял меня в Своё лоно из среды смерти, так сказать, Он показал мне то, о чем говорит Писание. «Пока еще не открылось, чем мы будем, но знаем, что когда откроется, мы будем подобны Ему». Ребята, в эту минуту я был подобен Иисусу своим образом, своими способностями, своим пониманием. Я больше не видел в себе никаких своих слабостей, не осознавал больше никаких своих несовершенств. Я был полностью свободен от всего этого. Поистине быть в присутствии Господа — это быть подобным Ему. И это того стоит, ребята. Ради этого стоит положить эту жизнь со всеми Ее удовольствиями, стремлениями и чаяниями ради приобретения Христа. Теперь я знаю, что имел в виду Павел, когда сказал, «Я почел все это счетою, чтобы мне приобрести Христа». Сейчас я понимаю это в полной мере. Это больше не скрыто от моего понимания. И каждый раз, когда Он являлся мне, я все более могущественно понимал, как это ценно — укрыться во Христе Иисусе. И тут вдруг человек в капюшоне снял головной убор, покрывающий его, отшвырнул в сторону и произнес, «Я больше не убью никого из этих людей». И сон кончился. Я проснулся. Было 5.30 утра. Я был в диком шоке. Хотя сейчас я понимаю все, что происходило во сне в тот момент. Я ничего не понимал. Я пошел в семью страницами с обеих сторон с записями этого сна к знакомому христианину и сказал, «Я знаю, что ты святой, что ты человек Божий. Я долгое время досаждал тебя. Я знаю, что ты настоящий христианин. Скажи мне, прошу тебя, что это все такое?» Он прочел первые две страницы и сказал мне, «Тебе нужно спасение, дорогой мой». Причем прямо сейчас. Я спросил, «Что значит спасение?» Я никогда не слышал о спасенных. Он сказал, «Тебе нужно родиться свыше от Духа Божьего». Я, ребята, никогда не слышал о рождении свыше. Я был римокатоликом. Ни разу за всю мою жизнь ни на одном церковном служении я не слышал родиться свыше, спастись, спасение. И я спросил его, «Мне надо стать таким, как ты?» «Да и нет», — ответил он. «Слушай, дружище, ты знаешь, как я живу?» Сказал я. «Мне нравится веселая жизнь. А у тебя, как я посмотрю, жизнь не такая уже веселая. Уходишь на работу раньше, приходишь с работы позже. Ты слишком свят для меня. Кен, это того стоит?» — ответил он. «Послушай, скажи мне только одно. Мне придется ставить все, чем я сейчас живу? Увеселение, немного выпивки за обедом, посещение баров, привычного перелистывания перед сном плейбоя?» Он ответил, «Кен, и да, и нет. Что-то в толк не возьму, что ты говоришь, парень», — сказал я. И ушел от него в гневе и в унынии. «За две недели моя жизнь пришла в жалкое состояние, в полное убожество. Я бы совершил самоубийство, если бы подумал, что католик после такого сможет попасть на небеса. Ведь нас учили, что если убьешь себя, то попадешь прямиком в ад. И потому я этого не сделал. Со мной случилось все, что только можно себе представить. Я потерял деньги. Произошло все самое худшее, что могло. Меня признали банкротом. Я потерял кучу денег. Все пришло в полный хаос. Пока ко мне не пришел мой лучший друг, который побывал в военно-морском суде и не рассказал мне о том, что пережил. Его арестовал военно-морской суд за то, что он угнал автобус под действием марихуаны, вздумав прокататься на нем по всему пляжу Вайкики. Он попытался втиснуться с автобусом на 40 мест на узкую парковку и стукнул 2-3 машины. Его посадили в корабельный карцер. Он предстал перед военным трибуналом и ему присудили увольнение с лишением прав и привилегий. В карцере у него был небольшой транзисторный радиоприемник и как-то в два ночи в карцере он начал переоценивать всю свою жизнь. Он изнасиловал свою девушку в школе и она забеременела. Нас освободили. Еще один мой друг втянул нас в свои планы, но я вышел оттуда в последнюю минуту. А они оба участвовали в событиях в Персидском заливе во время правления администрации картера и чуть не получили доступ к ядерному оружию. Я избежал. И вот он рассказал мне, что сидел там с этим радиоприемником, переоценивал свою жизнь и пришел к осознанию, что привел свою жизнь в полный бардак, но не знал, как это изменить. У него был ребенок, но отцом он не мог быть, он был наркозависимым и все такое прочее. И тут он включил радио и попал на одну единственную станцию. Ни на какую другую он не мог переключиться. Это Лос-Анджелес, ребята. В Лос-Анджелесе сотни станций, она работала только одна станция в этом радиоприемнике, христианская станция. И там выступал какой-то глупый проповедник, Кен. И этот монотонный проповедник, рассказывает он, говорит мне сейчас, ты находишься в корабельном карцере, вероятно на койке. Ты можешь встать на колени и попросить Христа войти в твое сердце прямо сейчас. Что? Удивился он и сказал, Бог, если это ты, тогда повтори мне еще раз. Если это ты, Бог, говоришь со мной, тогда повтори мне еще раз. И человек на радио тут же произнес, как я уже сказал, ты, вероятно, в корабельном карцере, на койке. Встань на колени прямо сейчас и попроси Христа войти в твое сердце. И знаете, что сделал мой друг? Он склонился на колени возле койки и пригласил Христа в свое сердце. И вот он рассказывает об этом мне и приглашает меня пойти с ним в церковь. Говорит, что нашел хорошую церковь, потому что стал тут часто появляться с визитами. И спросил меня, не пойду ли я с ним на церковную службу. И я ответил, так не пойдет, дружище. Я католик. Католиком я родился, католиком и умру. Ни в какую новую церковь я с тобой не пойду. И вот он поспорил со мной, что если мне не понравится, то он вернется в католическую церковь. Я пошел в ту церковь и пережил такое, чего не переживал никогда в своей жизни. Это потрясло меня до самого основания. Какой-то уалень сгреб меня в объятия. У входа в церковь сказал мне, что любит меня. Назвал меня братом. Я чуть не врезал ему. Меня это сильно разозлило. И я сказал, послушай ты, ты чего? Ты умом тронулся или что? Добавил еще пару красноречивых выражений, которые я здесь не могу повторить. Иначе Стэн больше никогда меня сюда не пригласит. К тому же мне придется серьезно покаяться за них. Никогда со временем моего детства меня не обнимал никакой мужчина. Мы привыкли к мужландским манерам. Мы не обнимались, а пожимали руки. И мы не плакали. А этот мужик говорит мне, что любит меня. И меня аж перекосило. Ты не любишь меня, потому что ты меня не знаешь. И никакой ты мне не брат. Мои братья Кит и Эрик. А ты убирайся от меня подальше, подозрительный мужик, а то, как врежу тебе. В этот период моей жизни не боюсь крупных парней. Я был мастером некоторых боевых искусств. Поколотить кого-нибудь для меня было не проблема. Я чуть не врезал тому парню. Я спросил моего друга, в какое подозрительное место он меня притащил. И вот во время служения люди стали танцевать, поднимать руки, говорить на какой-то латыни, которую я слышал впервые. Я ничего такого странного раньше не видел. Мне стало тревожно. Я сидел на балконе, внизу бегает туда-сюда проповедник, обливается потом, проповедуют в микрофон, такой, какой сегодня был у Стэна, как какой-то артист эстрады с Библией. И мне приходят мысли о том, куда это мой друг попал. Затем начали вносить пожертвования, он стал бросать туда деньги. И тут я подумал, ну все, дружище, ты безнадежно влип. Я стал совсем паскудно себя чувствовать. И вдруг этот человек взял слово, у нас призык к алтарю. Господь показал мне кое-что об одном человеке, который здесь сегодня находится. Я сижу на балконе и думаю, ага, ну да. И тут он говорит, склоните все головы и закройте глаза. Святые, начинайте молиться. Святые? Здесь нет никаких святых. О чем это он? Никакой святой Терезы, святого Антония. Я стал припоминать все, что давно позабыл. Никакого святого Иосифа, никакой святой Марии здесь. Я думаю, ага, святые. И тут вдруг все начинают склонять головы, закрывают глаза и начинают говорить на латыни или на французском, непонятно на чем. Какое-то шикими-шикими. Я понятия не имел, что это такое. Меня это насторожило. Он начинает описывать этого молодого человека и этот молодой человек я. Он описывает лично меня и всю мою жизнь в целой толпе людей. А их где-то 2000 человек. Я сижу на балконе и думаю, боже, о ком это он говорит? И тут до меня доходит. Этот парень добирается уже до моей семьи. Могу поклясться, что это мой друг ему все рассказал обо мне. А мой друг сидел со склоненной головой и что-то там шикими-шикими. Я наблюдал за всем этим и тут мой разум начинает тревожиться, как и тогда во сне и подсказывать мне убирайся отсюда быстро, ты еще успеешь. Почти как отрекись от него. Говорю, я был буквально приклеен к тому месту. Я не мог даже встать. Я так вцепился в поручни, что руки мои побелели. Он говорил вот так 10-15 минут и вдруг сказал, молодой человек, Бог недавно говорил с тобой во сне и конце света о великой скорби. Он показал тебе в графических деталях конец и твой в том числе. И тут я начинаю понимать. Этот парень говорит обо мне. Моя внутренность задавалась вопросом, о ком это он говорит. Я услышал, о тебе. Я подумал, что это сказал кто-то, кто сидел за мной, я повернулся. Они были заняты своими шикими-шикими-шиками. Так же странно, подумал я. А мой разум все вторил. Беги отсюда, быстро. Послушай, я был хиппи, с длинными курчавыми волосами, неформального вида, проблемный парень, с наколкой молнии, в одежде с эмблемами пива. Я был самый неподходящий экземпляр, совсем пропащий. Он описывает сон и наконец говорит, молодой человек, ты уверен, что если бы сегодня был твой последний день на земле, то ты был бы в вечности с Иисусом Христом, ведь выбор только между адом и раем. И опять у меня появились все те же мысли и в очреве опять стал звучать вопрос, о ком это он? Я услышал тот же голос, о тебе, обо мне, о тебе. И вдруг возник свет и голос проговоривший, о тебе, оказался голосом того, кто посмотрел мне в глаза и сказал, не бойся, ибо смерть не удержит тебя. И тут, сидя на этом сидении, я начинаю осознавать, что со мной говорит, Иисус, что мне делать? Мой разум был сильно встревожен и в полном хаосе. И вдруг сидение, на котором я сидел, буквально катапультировало меня. Катапультировало меня. Я не шучу. Обычно, если нажать на такое сидение, то оно должно было бы вытолкнуть меня назад, а оно вытолкнуло меня вперед на ноги, и я подумал, что конкретно в лист. И тут моя внутренность начала кричать, беги вперед, быстрее. И я побежал. И вот я очутился перед всей церковью и думаю, что я здесь делаю? Можете проверить мои школьные оценки, ребята, у меня всегда были проблемы с умением выступать на публике. Меня сразу кололо в животе, так что я стеснялся и нервничал. Я не мог смотреть никому в глаза. Когда Бог сказал мне, что я буду проповедником, я ответил, что Он точно не того избрал. Я готов был тяжело трудиться, быть кем угодно для Него, но только не проповедником. Мне станет плохо, у меня ничего не получится, у меня вспотеют ладони, меня начнет тошнить, это очень плохо кончится, ты не можешь меня к этому призвать. И вот я стою впереди всей этой церкви и понимаю, что на меня уставили все. Этот проповедник вдруг обратился ко мне, о, слава Господу, хотите быть спасенными? Хотите получить вечную жизнь? Я ответил, послушайте, я понятия не имею, почему я здесь. Скажите мне, пожалуйста, почему я здесь ощутился? Мне было сказано сюда бежать, он ответил, это Дух Божий, Иисус направил твое сердце и все такое, я произнес молитву, признал Иисуса Господом и Спасителем и все в таком роде. Он затем спросил меня, хочу ли я получить Дух Бога. Я молился такой молитвой впервые, я начал плакать. Он начал плакать, все начали восклицать и плакать. Я не понимал, почему все пришли в такое оживление. Я никогда не сталкивался с подобными примерами. Я не знал, что радуются, когда кто-то рождается в царстве. Я не имел об этом ни малейшего представления. Я всю жизнь зажигал свечи, молился во время мест за мертвых. И вот ко мне пришло ощущение чистоты. Я вдруг почувствовал себя чистым. Я больше не ощущал себя грязным. Это то, что я ощутил, когда получил спасение, чистоту. Он спросил меня, хочешь получить Святой Дух? Я ответил, что не знаю. О чем это он? Он сказал, ты получишь силу Божью. Я ответил, ладно, силу так силу. Мне уже хорошо от ощущения чистоты. Он возложил руку на мою голову, и тут вдруг я уже делаю то, что и все вокруг. Это самые шикими, шикими, шикими. Я не могу остановиться. И начиная с того самого дня, я снова стал иметь знания о людях, как и в детстве. Я начал знать, когда человек умрет. Начал знать, когда участвовал в евангелизме и в церкви. Я знал, кто из людей был болен. На меня злились, потому что я говорил им слово знания. Я ничего тогда не знал о слове знания. Я думал, что каждый слышит непосредственно от Бога, ведь я уже стал христианином официально. Я начал знать определенные вещи о правительстве, о том, кто победит на выборах и тому подобном. Так что вот вкратце все, что произошло. А теперь я хотел бы показать вам кое-что, что открыл мне Дух Божий как будущие события, которые начнут происходить. Я хочу показать вам очень четкие ориентиры. Это то, что Господь показал мне и о чем призвал меня пророчествовать публично. Разные специфические вещи. Я верю, что недостаточно вам выслушать этот сон. Нужно еще знать, что говорит Бог о будущих событиях. Все те страны, в которые США вошли военным путем в неволе Божьей, Бог посчитал испытавшими агрессию, вторжений, и потому позволит этим нациям предпринимать ответные действия против США. Если мы не начнем каяться за то, что превратились в разжигающие войны нацию, Бог накажет нас через эти нации. Если не верите мне, скажу вам кое-что о Северной Корее. Мы вошли в эту нацию в 50-х годах без Божьего позволения. Мы также вошли во Вьетнам без Божьего позволения. Господь ясно показал мне 7 лет назад, что США должны к 2003 году изменить свой политический курс в сторону Бога. Если они этого не сделают, Бог будет судить США как распутную нацию козла. Вы знаете, что нации судятся в Царстве Бога? Библия говорит нам о каждом колене, племени и языке. Сейчас мы живем в определенном для Америки сроке. Недавно он открыл мне кое-что о кандидатах, баллотирующихся в президенты США. Он показал мне этих кандидатов во сне, прежде чем они даже выдвинули себя в кандидаты. Он сказал, что трое из них желают стать мировыми правителями. Один из них желает править на национальном уровне, а двоих других он обещал выявить. Джон Маккейн и Билл Брэдли были выявлены. Он указал мне в точности, как именно они выявятся. Один выступит против христианского права, другой попытается ввести законопроект о секторах гуманитарного образования. Исполнение всех видений Джона Дьюи. Оба, как мне было сказано, потерпят поражение до выборов. Говорю вам, ребята, нам нужно молиться так, как мы никогда раньше не молились. Вы скажете, откуда я знаю, что так будет? Говорю вам, у меня сотни и сотни пророчеств сбывались сразу же, как только Господь изрекал их через меня. Я ежедневно молюсь об этих вещах. Скоро начнется суд над нераскаившимися городами США. На целые регионы придет либо благословение, либо суд. Псалом 109.1.3. В 1989 году Бог дал мне видение очень крупного града, извергаемого небесами. Это не ядерные бомбы. Я спрашивал об этом у Господа, и Он сказал, нет, это будет низверженность самых небес. Я принесу либо благословение в духе, либо суд в природном катаклизме. для нераскаившихся регионов. Нераскаившиеся регионы я уничтожу. Я увидел эти огромные размером со среднюю звезду языки пламени, градины, огненные градины, падающие на целые города и истребляющие всех до единого людей в этих городах. Господь проговорил ко мне и сказал, что это начнется в этом десятилетии. Другой огонь, который я видел, захватывал регионы, распространялся над крышами домов, над церквями, над районами. И все эти территории вспыхивали пробуждением, как я видел во сне. Благословение, пробуждение, жатвы для регионов, откликнувшихся на призыв Духа Святого принести единство и любовь к городам. Данил 11,32 Я рассказывал вам о Малоге и Гватемале. Это доказательство тому, что Бог завоюет целые города, если мы будем ходить в любви и молиться за единство. Псалом 132 говорит, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Когда пятидесятники, харизматы, баптисты, методисты прекратят враждовать между собой и отрезать свою собственную руку в теле Христа. Лучше послушайте пророческий клуб. Я должен выразить вам укор от Духа живого Бога. Вам сообщается эта информация о конце света, не для того, чтобы вы владели исключительными или эксклюзивными знаниями. Вам сообщаются эти знания Святым Духом Божьим для того, чтобы спасать его людей, находящихся в обольщении. Авраам взывал о спасении Лота, потому что Лот был жадным обманщиком. Он взял ту территорию, которую Дух Божий показал Аврааму, когда не уживались их стада, когда Авраам отступил и предоставил Лоту выбирать. И Лот выбрал самую изобильную область, вместо того, чтобы отблагодарить Авраама за то, что тот забрал его с собой из Харана и привел проживать с ним здесь, буквально спас его. И его жадность привела его в Содом. Он прожил в Содоме годы, и его душа там увязла. Бог показал Аврааму, когда придут суды. И Авраам начал ходатайствовать за злого Лота. И Лот был избавлен. Если вы знаете и не бьете тревогу, тогда кровь будет на ваших руках. Ребята, меня вышвырнули из динаминации за то, что я отстаиваю эти позиции. Кому-то пора уже говорить истину в лицо церкви в Америке. Я начал выявлять специфические детали, которые как раз начали сбываться в их жизни, которые могли бы привести к разрушению целого мира. Они совсем не знали, как действовать мудро. Время для объединения наций. Китай, Карения, Япония, Тихоокеанский регион присоединяются к конференции последних времен Лига наций Востока. Смещение кастров попытки придать ему невинный вид. Нужно наше ходатайство. Африка и Южная Америка будут рожденными с высшей континентами целиком нациями для Иисуса. Я уже говорил вам, почему подскочили цены на газ. В Африке сейчас закачиваются миллиарды долларов, чтобы этого не произошло. Регионы Америки, которыми правит распутство, увидят больше судов. Начнется активная пропаганда гомосексуалистов, которые атакуют христианство и создадут ему открытую оппозицию. Много лет назад я спросил Господа, когда его гнев изольется на нашу нацию. Он сказал, почитай книгу бытия, почитай об Аврааме, все просто. Я никогда не начинаю судить Содом, пока Содом не начнет поднимать руку, чтобы причинять вред моим святым божьим людям. Лоб предложил им двух своих дочерей девственниц, но они сказали, нет, нам нужны эти люди. И как только они наложили свои руки, чтобы причинить вред тем людям, Бог послал суд. Пока еще не было слышно, чтобы в Америке гомосексуалисты начали убивать христиан. Но вы наверняка уже слышали, как так называемые христиане убивают «Если мы не начнем, то говорю вам, скоро на нас обрушатся суды». Эта пропаганда становится очень агрессивной, ребят. Америка утвердит новые законы и времена. Мы должны молиться, чтобы остановить это. Мне удалось проникнуть тайком в духе в Белый дом и увидеть, как наши зарубежные лидеры планируют ввести новые времена и законы. И в конце концов они собираются их утвердить. Я спросил у Господа, что это еще такое. И он ответил, «Я не собираюсь говорить. Я хочу увидеть, насколько вы будете верны и будете молиться». Он сказал, что мы должны молиться, чтобы это остановить. Церковь утратит свой неналоговый статус. Больше духовных лидеров будут разоблачены на национальном уровне, пока Бог не произведет свою праведную церковь, чистую, без пятна и порока. За год до падения Джимми Слагерта Бог сказал мне, что сместит его, если тот не покается в своих путях, в своем суде над его людьми. В книге «Притч» сказано, что когда человек впадает в аморальность, то будучи взвешен на весах праведности, оказывается легким. Библия говорит, не суди и не будешь судим. Этот человек почти на каждом свое служение судил другие служения, других людей Божьих, и Богу пришлось его разоблачить. Почему? Потому что Бог произведет чистую церковь без пятна и порока. И говорю вам, что никакие фокусы с Царством Божьим уже не пройдут. Хватит уже держать в своей церкви в узах пожертвований и лгать и сносить прелюбодеев и развратников во главе. Могу поклясться вам, что вы не знаете, что в тех городах, в которых впервые появились служители христианской миссии Promise Keepers, хранители обещаний. Сначала их ненавидели, а теперь любят. И знаете почему? Потому что было установлено, что благодаря их появлению в городе количество покупок порнографии в гостиничных номерах возросло в три раза. Более 60% пастеров Америки зависимо от интернет-порнографии. Почему? Потому что их нельзя уличить. Они могут уединиться в своем офисе, закрыть за собой двери, включить компьютер и прийти в духовный экстаз от этих изображений. Видите ли, раньше им пришлось бы идти в книжный магазин, и они боялись, что их там поймают на горячем. И не могли купить видео в магазине, потому что могли столкнуться там с кем-то из церкви. Пора нам уже стать святым народом. Больше правительственных лидеров разоблачат наши обольщения, продемонстрировав отсутствие характера и праведности на примере избранных нами политических фигур. Обратите внимание, наши обольщения, а не обольщения страны. В тот момент, когда я бросил бюллетень в урну, во время первого баллотирования Клинтона мне было сказано Господом, что я не за того проголосовал и что победит другой. Я спросил, почему? И ответ был, потому что он недостаточно искусен, чтобы установить новый порядок, а другой достаточно искусен, а моя церковь не готова. Если бы я допустил, чтобы этот порядок пришел сейчас, большинство моего народа погибло бы. Он также сказал мне, что он победит и на вторых выборах, и сказал, что разоблачит его как на уходоносора перед всем миром, чтобы он, дойдя до безумия, взыскал праведность. Сколько из вас молятся, чтобы он стал праведным? Приходят суды на ипотечный бизнес, и частятся бомбежки плодородных территорий США в нераскаившихся городах. Я видел эти бомбежки еще за 7 лет до того, как они обрушились на Нью-Йорк и Оклахома-Сити. Землетрясения будут происходить с большей частотностью, разрушительной силой и количеством жертв. Достанется и плодородным регионам США. Я видел в духе землетрясения 88-го года еще одно землетрясение, показанное мне Господом в видении, которое я сперва не понял, относившись к землетрясению в Носредже. Я принял его сперва за духовное землетрясение, но затем он начал показывать мне конкретно по слову, и я стал записывать. Могу выслать вам эти записи, если нужно. Он сказал мне, Кен, если мой народ не покается, если народ, который называется моим именем, не смирится и не будет поститься и молиться, искать моего лица, я приведу в исполнение мои суды и немедленно. Приходят суды на ипотечный бизнес. Бог показал мне, и мы позже будем об этом молиться, что если у нас есть что-то под залогом, то лучше станьте в очередь и прекратите выплачивать под 30-летним договором, потому что в Библии сказано, что максимальный крайний срок, который когда-либо был позволен, это 7 лет. У меня есть сверхъестественное подтверждение от Бога, что Он почтил Своё Слово уже в разных местах, где люди обещали Богу оплатить весь свой залог за 7 лет. И Бог сказал им, что обеспечит их дополнительными средствами, пока они будут прилежно оплачивать. Он пообещал сверхъестественно оплатить этот залог, и если они будут верными на протяжении трёх месяцев, то Он оплатит их залог за 3,5 года. Я уже слышал сотни случаев, когда Бог оплачивал людям их залог. Почему? Потому что Он будет судить залоговый бизнес. Он грамотный распорядитель своих денег и не хочет, чтобы вы или я платили в 3,5 или 4 раза дороже за один дом. Он лучше даст вам 3,5 или 4 дома. Будут продолжаться землетрясения. В этом году случится масштабное землетрясение в США и унесёт тысячи жизней. Если мы не начнём каяться, то оно обрушится в этом году и принесёт самые масштабные разрушения за всю историю Америки. Это десятилетие знаменуется величайшим голодом, бедствиями, наводнениями и катастрофами за всю историю человечества. Всё это будет повторяться одно за другим, не снижаясь, а нарастая, как схватки и рождающей. Погодные температурные аномалии Эль-Ниньо на регулярной основе и исходя из его интенсивности Бог показал мне, что используют ураган, чтобы уничтожить фермеров, которые не покаялись за то, что расхищали его земли. Будут высвобождены мятежи и насилия в беззаконных регионах, особенно в пренебрегающих Богом и его законами, как США, так и по всему миру. Появится большое количество застреленных в этом году и в течение двух последующих пока церковь не начнет молиться. Помните, когда был убит Иаков и Ирод, оживившись, посадил в темницу Петра. Петр не погиб, потому что сказано церковь начала молиться. Сколько еще мучеников должно умереть на американской земле? Прежде чем мы поумнее, мы станем всерьез молиться. Основные церкви полностью погибнут в результате чрезмерных компромиссов. Так как церкви стали рукополагать пастеров-гомосексуалистов и лесбиянок, то Бог уберет свою руку, ребята. И не только это сказал он мне. Я еще буду судить мою церковь. И буду судить некоторых очень известных людей, популярных на телевидении, потому что они присвоили мое послание благодати и попрали его своими ногами. Они говорят, я могу развестись со своей женой, потому что Бог желает мне счастья. Не для того мы вступили в брак во Христе, чтобы разводиться со своими женами. Вот как нам ко всему этому готовиться. Первое. Выбраться и стараться не попадать в задолжности по потребительским кредитам. Для должников заготавливаются тюрьмы. Сколько из вас готовы открыто признаться, что у вас есть задолженности по потребительским кредитам? Почему банки посылают вам 5-6 бланков на получение кредитных карточек в месяц? Если вы могли бы оплатить все возможные расходы, никогда в жизни не оплачить все эти карточки, которые они вам высылают? Почему банки так делают, ребята? Господь показал мне, чтобы посадить в долговую тюрьму, выйти из вавилонской системы, оставить гады имени, богов процветания и судьбы вавилонской системе, согласно Исаии 65 главе. Я дописал это от руки, прошу прощения за непрофессиональное оформление. Если посмотрите на стих 11 в Библии версии короля Иакова, переведено не точно, на самом деле там речь идет о гаде имени, не гад военачальник израильтян, но гад вавилонский бог процветания и судьбы. Задумайтесь на минуту, американская система удерживает вас от богом данного процветания в духе души и теле и от богом данной судьбы. В этом зале сегодня не наберется 10 человек, которые исполняют богом предначертанную судьбу. Вы не изменяйте ни одно поколение людей. Вас ограбил вавилон. Возвратиться к своей первой любви Иисусу Христу, не к Его слову, пророчествам или дарам, но к Нему самому. Любите своего ближнего избегать духа нетерпимости и ненависти. Не гоняться за знамениями, иначе попадем под обольщение. Отказаться от идолопоклонства как можно скорее. Начать поститься и молиться, освящать себя. Не быть неразумными девами. Обратите внимание, что в притче они названы девами. Кто такая дева? Личность которая чиста. Те девы, что пропустили возвращение Господа, не приготовили себя, не запаслись маслом. Перестаньте отрекаться от Господа и делитесь своей верой каждый день. Дух Божий сказал мне, пасторы, лидеры, евангелисты говорили моему народу ложь многие годы, что они могут свидетельствовать своей жизнью, просто святя своим светом. Покажи где это в Писании сын мой. Мой сын ходил каждый день и свидетельствовал об истине Отца каждому, кого встречал с проявлением Святого Духа. То же делали его ученики. Почему мы думаем, что нас это не касается? Почему вы боитесь делиться своей верой? Почему боитесь свидетельствовать? Почему вас держит в своей хватке Вавилон? Вкладывать свои активы в золото и серебро. Я делился этим со Стэном и он дал мне кое-какие четкие советы. Бог показал мне, что это должны быть неконфискованные монеты. В частности, он как-то назвал мне определенные регионы в мире, где покупать монеты. Он сказал мне, что если у меня есть активы, то их нужно сейчас вложить в безопасные сбережения. Потому что, как он сказал мне, шесть месяцев назад, через два года закончится финансовое благополучие на фондовом рынке. Он уже становится очень шатким, ребята. Пора. Уже появились первые симптомы. Еще он сказал мне обязательно донести до его народа следующее. Избегать технологических новинок, которые делают нас подконтрольными. Что ты, брат Кен, имеешь в виду? Я имею в виду не покупаться на эти милые новинки вроде мобильных заправок, где достаточно быстро внести необходимую информацию, и вот бензин уже оплачен. Это собирает с вас личные данные для подконтрольности. Это же касается и вашей духовной жизни. С каких это пор пророк, евангелист, пастор, учитель, апостол имеет власть указывать вам, что вы можете делать и что не можете во Иисусе Христе? По какому праву ваш пастор указывает вам, что вы не можете служить Евангелию Иисуса Христа? Это узурпированные власти над вами и ваши силы, ребята. Все вы, согласно Писанию, призваны служителями благодати Нового Завета. Каждый из вас. Разве не странно, что мы возникли в результате реформации Мартина Лютера о благодати через веру, но не смогли удержать царство верующих? Над каждым верующим стал священнослужитель. Мы сейчас в протестантских церквях больше католики, чем сами католики. Мы более зависим от наших пасторов, чем католики. Очень прискорбно. Не отдавайте никому контроль над собой власть, которую дал нам Иисус. Не переставайте изучать Слово Божие, чтобы путь перед вами был освящен. 2 Тимофея 2.15 Знаете, Божий народ утратил способность изучать Его Слово так, как оно есть. Это свет в тезе, наши и светильник в ноге наши. Как вы будете знать, что вам делать после грядущих событий, если вы не в Его Слове? Постоянно стойте в проломе, кайтесь, как каялся Даниил, и Господь услышит. Давайте склоним голову и помолимся вместе, чтобы Господь зажег наши сердца, дабы мы стали истинным пророческим народом последних времен. Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты двигался в сердцах и жизнях Твоих людей. Измени нас сегодня, Господи. Даруй нам понимание того, почему мы сегодня собраны в этом пророческом клубе. Ты показал нам конец, показал нам намерение, дал нам четкие указания, что нам делать. Я молюсь за каждого человека здесь сегодня, чтобы его потрясло Твое Слово и подготовило его ко всем этим событиям. Молю Тебя, Отец, ради могущественного имени Иисуса Христа, чтобы они познали великую силу Твоего Духа, который бы сделал из них Твоих свидетелей, который бы прямо сейчас направил их на всякую истину. Я молю о Твоем благословении для каждого из них, Господи. Они постарались прийти сюда, некоторые издалека, и погода неблагоприятная. Они алчат, Господи, коснись своего народа, оживи нас, Господи. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь.